МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Археологи, историки и библеисты всего мира замерли в предвкушении сенсации. На севере Иордании сделана уникальная находка. В глубине одной из пещер обнаружено 70 древних металлических книг. Их страницы размером с визитку сделаны из свинца, а текст и рисунки удивительным образом наплавлены сверху. Первые исследования показали, что возраст металла больше 2000 лет. Это значит, что книги могли быть написаны при жизни Христа. Ценность одной книги может соизмеряться, ну и не знаю, тоннами чистого золота одна книга. Какие тайные истории человечества хранят в себе древние книги? Возможно, в них скрыты истинные знания о мире, которые нам до сих пор неизвестны. И может быть, то, что еще недавно мы считали мифами и легендами, на самом деле реальные исторические хроники. Вот так выглядят уникальные свинцовые книги, найденные на севере Иордании. Часть текста удалось расшифровать. И по мнению историков, они принадлежат первым христианам, которые бежали в регион современной Иордании после падения Иерусалима. Но главная сенсация в том, что в одной из книг исследователи обнаружили упоминания о Христе и его последних днях. Более того, на одной из страниц изображен портрет мужчины. Учитывая возраст книг, совпадающий со временем жизни Мессии, ученые пока осторожно высказывают мысль, что это, возможно, единственный портрет самого Иисуса, сделанный при жизни. Ученые не сомневаются, что эта коллекция древних манускриптов способна перевернуть всю библейскую историю. Ведь до сих пор никаких других документальных свидетельств существования Христа не было. И даже Евангелие написаны спустя столетия, после распятия Сына Божьего. В Библии и Евангелие писались не за один раз. Много раз переписывалось, много соборов проведено было, что вот это можно, а это вот в апокрифические издания. Вот это ни в коем случае нельзя, чтобы здесь вот было, в канонические издания попало и так далее. То есть, да, безусловно, это очень важная, это цивилизационно сохраняющая книга, по популярности, самая первая на планете Земля сейчас. Вот. Но это текст, который, скажем так, был уже переработан. И сильно переработан. Ученые еще не подтвердили подлинность этой находки, но серьезных оснований сомневаться в этом нет. Ведь, по мнению специалистов, подделать тысячелетнюю коррозию металла невозможно. Теперь историкам и библеистам предстоит кропотливая работа. Ведь пока прочесть полностью книги невозможно. Они как будто запечатаны с двух сторон жесткими скобками. То есть, их нельзя просто так открыть. В этом исследователи видят символ таинственности христианского учения, которое может быть открыто лишь посвященным. Главное, что эта книга дает программу человечеству для выживания. Если бы человек был идеальным, и шел, все выполнял то, что написано в Библии, ну, я не знаю, какое бы сейчас было общество на Земле, и кем бы мы все были. Но человек слаб, человек грешен, и поэтому заповеди, которые упомянуты в Библии, конечно, все они нарушаются. И люди бьются над загадками Библии многие уже столетия. Ученые признают, что расшифровка некоторых древних текстов может произвести эффект разорвавшейся бомбы и открыть человечеству неизвестные подробности нашего прошлого. И тогда мы сможем найти ответы на многие вопросы. Какую историю человечества нам не преподавали в школе? Какие неизвестные знания и технологии доносят до нас древние книги? И каким в действительности был мир древних богов, описанный на страницах старинных рукописей? Недавно завершился крупнейший за последние годы совместный исследовательский проект специалистов НАСА и французских ученых. Его результаты стали сенсацией. Проанализировав снимки, полученные из космоса, участники проекта пришли к выводу, что 25 тысяч лет назад Земля пережила глобальную ядерную войну. Предметом изучения стали более 100 кратеров по всей планете. Время, когда могла произойти гигантская катастрофа, ученые определили с помощью изотопного углеродного анализа геологических слоев этих воронок. Можно было бы предположить, что это следы падения метеоритов или астероидов. Однако по всем законам геологии в астероидных кратерах должны были остаться большие скопления иридия, которые часто называют метеоритным веществом. Но как раз его ученые и не обнаружили. Зато нашли тектиты. Это песок, превращенный в стекло под воздействием огромного давления и высоких температур. Больше 2000 градусов. Тектиты, когда их изучали химический состав, они не похожи... Это микроскопические частички, похожие на вулканическое стекло, размером микрона, иногда первые миллиметры, иногда первые сантиметры, которые имеют форму аэродинамического сопротивления. То есть они были выброшены по воздуху, образовались при огромном температуре, при гигантском давлении это установлено. Но они не похожи ни на вещество метеоритов по составу микроэлементов, макроэлементов, не похожи ни на вещество комет. Но зато они, похоже, проводились исследования на продукты ядерных взрывов в Неваде. Вот те тектиты и вот эти ядерные тринититы, которые называются в Неваде, по сути одно и то же. Ученые определили и силу древних ядерных ударов. Более 500 тысяч тонн в тротиловом эквиваленте. Для сравнения, бомбардировка Хиросима оценивалась в 20 тысяч тонн. Но откуда на Земле взялись следы от мощнейших ядерных взрывов такой давности? Неужели тысячи лет назад на Земле была война, которая изменила облик нашей планеты? Но кто и с кем воевал? И что на самом деле мы не знаем о своем прошлом? В поисках ответов исследователи обратились к древним текстам. Это строки из древнеиндийского эпоса Махабхарата. Это неизвестное оружие, железная молния, гигантский посланец смерти, превратило в пепел все племя Вришнис и Антхакас. Обугленные трупы даже невозможно было опознать. Волосы и ногти выпадали, горшки разбивались без видимой причины. Птицы становились белыми. Через несколько часов вся пища становилась ядовитой. Пукара, летая на борту Вимана высокой мощности, бросил на тройной город только один снаряд, заряженный силой Вселенной. Раскаленный Добелла храм, похожий на 10 тысяч солнц, поднялся в его сиянии. То, что обнаружили ученые, может перевернуть все современные представления об истории земной цивилизации. Оказалось, что в древнеиндийских текстах не просто упоминается некое оружие огромной разрушительной мощности, но и в подробностях описываются битвы, подобные сценам из современных фильмов о звездных войнах. Читать эти эпосы — все равно, что читать захватывающую научную фантастику. В эпосах говорится о машинах, стреляющих огнем, которые называются виманы, об ужасных войнах и оружии, напоминающем современному человеку атомное оружие. Лук и стрелы рамы представляют собой оружие невероятной разрушительной силы, которая может за несколько мгновений стереть с лица земли целый город. Все это описывается в древнеиндийских эпосах. Но ведь Махабхаратан описано не меньше 4 тысяч лет назад. Откуда такие знания у людей, обитавших на земле задолго до нашей эры? Какое представление о высоких технологиях могли иметь древние индийцы? И как они могли с такой точностью описать действие оружия, которое было изобретено только в 20 веке? Каждое оружие действовало по словам. Например, Брахмастра действовало, как наша ядерная бомба. То есть взрыв от него был ярко, как 10 тысяч сон зенитей уцелевших, попадали волосы и ногти. Вскрыться от него можно было только в воде. И то потом начинались тяжелые последствия. Дротик Индры представлял собой круглый такой рефлектор и наводился на цель за счет вибраций, за счет звука летящих в воздухе объектов и излучал типа лазерного луча. То есть, по сути, это лазерное оружие Дротик Индры. Более того, в древних эпосах прямо указывается на то, что оружие принадлежало богам, летающим на своих виманах как по небу, так и между звезд. Неужели миллионы лет назад существовали технологии, которые современные ученые не могут разработать до сих пор? И какие еще уникальные знания хранятся в древних текстах? Ответы на эти вопросы, возможно, обнаружили китайские исследователи. Недавно ученые Китайской академии наук опубликовали сенсационный доклад, в котором сказано, что многим достижениям в аэрокосмической области страна обязана древнейшим текстам, написанным несколько тысяч лет назад. Именно в них ученые из Поднебесной нашли уникальные технологии, которые оказались применимы в наше время. Описывает тот мир, который совершенно отличался от нашего. Ничего похожего не имел на нашего, где и климат был другой, и континенты располагались по-другому, и оружие было только такое, которое сейчас разрабатывается, и летательные аппараты, которые очень были похожи на летающие тарелки, которые сейчас многие о которых говорят. И помимо того, что они летали над землей, участвовали в военных действиях, вот эти вот летательные аппараты, очень много приводится описаний, как на них путешествовали в космосе. Вот так выглядит уникальный памятник древнейшей ведической цивилизации, о котором говорят современные китайские авиаконструкторы. Трактат под названием «Виманика Шастра» обнаружили в 1875 году в одном из храмов Индии. Текст датируется 4 веком до нашей эры. Когда он попал в руки ученых, они были поражены. Этот древнейший манускрипт оказался самой настоящей инструкцией по сборке летательных аппаратов. Причем описание приводится не в общих чертах, а с самым подробным объяснением строения двигателей, видов топлива, различных способов взлета и приземления. Действительно даны рекомендации, как нужно пилотом управлять эти летательные аппараты, что сделать, чтобы не получить облучение, как уничтожать врагов, как сохраниться, как сделаться невидимым аппаратом. Все даны подробные инструкции, как парализовать противоракетную защиту противников. Авиационный инженер из Германии Альгунд Эмбом провел свое исследование и обнаружил, что в древнем тексте в Ямане Кашастры детальным образом описываются технические характеристики высокотехнологичных летательных аппаратов. В оригинале они называются в Яманами. Они могли парить, зависая в воздухе, двигаться вверх и вниз, назад и вперед, мчаться со скоростью ветра, либо перемещаться на огромное расстояние в мгновение ока со скоростью мыслей. В трактате упоминается про 32 секрета, которые должен знать пилот в управлении виман, про необходимую для пилота диету, и даже расписывается техника безопасности управления виманами вплоть до поведения при столкновении с птицами. Виманами называли нечто, что освещало небо или давало отражение. Когда в небе, в лучах солнца, появляется самолет, то он сверкает и бликует. И именно так это и описывается в Ведах. Дальше описывается, что у этих виман были колеса. Когда они двигались по земле, оставались следы. Когда они стартовали, начинался такой сильный ветер, что дрожали дома, и деревья вырывалось корнями, а слоны в панике убегали. Но стоит ли верить древним трактатам? Существовали ли виманы на самом деле? И какую роль сыграли в истории всего мира? Исследователи углубились в изучение древних индийских книг. И обнаружили подробности. Оказывается, упоминания о летательных машинах содержатся во многих текстах Древней Индии, в том числе в Ведах. Вот как описывается приближение этих машин в тексте, который датируется не позднее, чем 2500 годом до н.э. Дома и деревья дрожали, а небольшие растения вырывались с корнем ужасающим ветром. Пещеры в горах наполнялись грохотом, а небо, казалось, расколется на куски или упадет от огромной скорости и могучего грохота воздушного экипажа. В 150 стихах нескольких древнеиндийских рукописей исследователи обнаружили упоминания одной и той же виманы. Этот летательный аппарат треугольной формы состоит из трех этажей, имеет два крыла и три колеса, втягивающихся во время полета. Виманой управляют три пилота, и она может перевозить множество человек. А теперь обглядитесь. Вашингтон, 2012 год. Американское космическое агентство НАСА впервые представляет прототип принципиально нового пассажирского самолета. Треугольная форма, три шасси. Разработчики сообщают, что этот самолет будет отличаться от обычных пассажирских лайнеров более высокой скоростью и меньшей затратой топлива. Это стало возможным только благодаря кардинальному изменению формы. Складывается впечатление, что американские конструкторы создавали свой сверхсовременный самолет по чертежам тысячелетней давности. Модель носит название Х-48С, и ее уже называют самолетом будущего. Полноценная модель этого самолета появится лишь в 2025 году. Но еще пять тысячелетий назад древние жители Востока описывали точно такой же летательный аппарат, как обыденное явление. Как такое возможно? Неужели древняя цивилизация настолько опережала нас в развитии? Представьте себе, каким-то образом они владели технологиями, механическими инструментами, гигантскими пилами, теми, что используются в наши дни, которые могли резать гранит, как теплый нож масла. Они были в состоянии передвигать огромные каменные блоки, как будто с помощью какого-то левитационного луча или антигравитационных сил, которые, как по волшебству, поднимали предметы в воздух и ставили их рядом друг с другом. Это невероятное достижение инженерной мысли, которая и по сей день поражает археологов во всем мире. С конца 20-го столетия исследователи и военные конструкторы внимательно изучают технические характеристики виман. В древних текстах говорится, что они состояли из нескольких видов металла и работали на жидкостях, называемых матху, раса и анна. Анализируя эти описания, санскритолог из Калькутты профессор Канджилал пришел к выводу, что раса – это ртуть, матху – спирт, изготовленный из меда или сока фруктов, а анна – спирт из ферментированного риса или же масло растительного происхождения. Анализ древних текстов перешел из библиотек в научные лаборатории. Ученые стали изучать формулы сплавов, изложенные в древних книгах. Результаты были поразительными. На симпозиуме «Наука и техника древней Индии» ученый Нарин Шетт продемонстрировал три совершенно новых вещества, которые получил в лаборатории по формулам, описанным в виманике шастра. Другой ученый-специалист по санскриту Ер обратился к директору индийского правительственного департамента с просьбой объединить усилия, чтобы попытаться воспроизвести сплавы. В 1991 году полученные сплавы прошли испытания. У этого материала выявились ранее неизвестные свойства, что сделало его пригодным для использования в современной авиации, космических аппаратах и в военном деле. А в сентябре 1992 года газета «Индия-экспресс» опубликовала статью о том, что виманика шастра — это, по сути, руководство по созданию суперсплавов для авиации будущего. Существовали различные виды этих кораблей. Некоторые из них имели форму сигар, представляли собой цилиндры с окнами по бокам, но крыльев у них не было. Другие по форме напоминали диск и были похожи на летающие тарелки. Еще у каких-то виман были крылья, и они очень сильно смахивали на современные самолеты. И еще одна разновидность виман напоминала сегодняшние вертолеты. Научный мир был заинтригован. Что могли знать о реактивной тяге древние индийцы? Неужели они действительно владели секретами воздухоплавания? К исследованиям подключились западные ученые. Через несколько лет тщательного изучения они обнародовали результат. В Калифорнии, в университете города Сан-Хосе, где проводились испытания свинцового сплава, описанного в виманике шастра, было выявлено. Сплав поглощает 85% энергии, излучаемой рубиновым лазером, а сплав медицинка и свинца обладает хорошей ковкостью и сильным сопротивлением коррозии. Кроме того, по инструкциям, описанным в древних текстах, ученые вывели высококачественный керамический материал, который после незначительной модификации позволяет получить очень мягкое и кислотоупорное стекло. Научное сообщество недоумевало. Неужели то, во что просто невозможно было поверить, на самом деле правда? И древние цивилизации обладали сверхсовременными технологиями. Но ведь эти открытия ломают все представления официальной истории о прошлом человечества. Я просто удивляюсь порой, и даже сильно очень удивляюсь, почему вот эту дошедшую до нас уцелевшие чудом знания не преподают в школах. Потому что, если бы их бы преподавали бы, то мы бы знали о своем бы прошлом бы не просто вот о каких-то таких иллюзорных, вот таких вот совершенно ни на чем не основанных предположениях, а мы реально бы знали бы из первоисточников о том, как описываются эти прошлые. И это были далеко не все открытия, связанные с древнеиндийскими книгами. Если описание летательных аппаратов и мощного оружия еще не до конца изучено и проверено учеными, то сведения из некоторых древних трактатов уже сейчас подтверждаются современными научными данными на 100%. Например, Сурья Сидганта. В этом тексте есть описание не только планет, как они выглядят, из чего они состоят, но даются размеры этих планет и расстояние между планетами нашей Солнечной системы. Эти размеры все совпадают с современными научными данными. Причем в этой Сурья Сидганте приводятся определенные таблицы с поправкой на какие-то даты, по которым можно высчитать взаимное расположение планет в любой день, даже в будущем, и сегодня, и в следующие даты. И если точно знать, сколько времени прошло с момента начала Кали-юги. Кали-юга, согласно ведительской концепции, началась 18 февраля 3102 года до нашей эры. Но как древние и примитивные с современной точки зрения народы могли делать вычисления такой сложности и с такой поразительной точностью? А может, эти знания достались им от какой-то другой высокоразвитой цивилизации, которая существовала до них или вместе с ними? И древние люди были только прилежными учениками, тщательно записывая все, что видели и чему учились. Недавно ученые и физиологи провели необычный эксперимент. Группу людей поместили в подземные комнаты. У испытуемых отобрали часы и ориентироваться в сутках они должны были руководствуясь исключительно собственными биологическими ритмами. Результат исследования оказался поразительным. Спустя несколько дней организм всех участников эксперимента самостоятельно перестроился на такой ритм жизни будто в сутках не привычные 24, а 36 часов. Но откуда взялась такая цифра? Ученые обратились за помощью к древним книгам и нашли возможный ответ на этот вопрос в источниках, сохранившихся от индейцев майя. В календаре этих племен Мезоамерики своего рода летописи, которые сегодня могут многое поведать современным ученым об истории не только самого этого народа, но и прошлого всей нашей планеты. Исследователь Иохим Ритштик более 40 лет исследует культуру племени майя. Именно он первым вычислил принцип устройства их календаря. Проблема заключалась в том, что у майя были совершенно иные знаки, нежели у нас. Мы можем и по-русски, и по-немецки, и по-английски говорить об одних и тех же цифрах. А у майя была другая система обозначений. Они пользовались всего тремя символами. Символ ноль, затем символ единицы, как отпечаток пальца, и символ ум, как ладонь. То есть горизонтальная линия ладони, круг, как кулак, и точка, как подушечка пальца. Найденный в майянских городищах так называемый венерианский календарь поначалу задачил ученых. Ведь в нем год состоял не из привычных нам 365 дней, а из 240. Соответственно, в сутках по этому календарю было не 24, а 36 часов. Ученые стали искать объяснение этому странному несовпадению. Если предположить, что майя не ошибались в вычислениях, то их календарь может сверетельствовать о том, что в древности суточное вращение планеты было более медленным. То есть Земля делала оборот вокруг своей оси за 36 часов. И, вероятно, эта информация до сих пор хранится в генетической памяти человека. Вот почему у человеческого организма до сих пор срабатывает автоматическая настройка на 36-часовой биологический ритм. Но что могло изменить скорость вращения планеты? И о чем еще помнит наш генетический код? Во многих легендах майя упоминается, как с деревьев из-за ядовитых испарений опала листва. Домашний сход умирал прямо на лугах. Погибли все собаки. Большинство индейцев, дышавших этими ядовитыми испарениями, тоже умерли. А оставшиеся были вынуждены покинуть срабную землю. События, описанные в древних легендах, еще раз доказывают. Версии о том, что тысячи лет назад Земля пережила крупную бомбардировку, правда. Геологи предполагают, что в результате взрывов вода в Мировом океане пришла в движение, образовав что-то вроде водоворота, который, в свою очередь, заставил быстрее вращаться Землю вокруг своей оси. Сутки вместо 36 часов стали сменяться за 24. Наш календарь не настолько точен, как календарь Майя. Он ошибается на сутки, каждые 5 тысяч лет. Это слишком много. Календарь Майя ошибается лишь каждые 8 тысяч лет. И это предельно мало. Но Майя предупреждали, что точность их календаря составляет ровно 8 тысяч лет. Изучая древние тексты разных народов, ученые отметили одну закономерность. Многие мифы и эпосы описывают практически одни и те же события, только разными словами. Значит ли это, что катастрофы глобального характера одновременно происходили в разных частях Земли? По мнению исследователей, объяснение этому факту может быть только одно. Мифы и легенды не просто народные выдумки, а описание реальных фактов и событий. Но в силу неравномерных темпов развития на различных территориях, люди по-своему воспринимали и интерпретировали все то, что происходило вокруг. Поэтому в одних текстах летающие аппараты называют виманами, в других божественными колесницами, в третьих коврами-самолетами. Древние тексты разных народов, они в принципе описывают один и тот же сюжет. Либо один и тот же сюжет развития нашей земной цивилизации, либо один и тот же сюжет жизни богов, которые прилетали на землю, которые жили среди людей, или создавали первых людей по своему образу или подобию, или обучали людей различным наукам, искусствам, в том числе земледелию, различным языкам. Поэтому мы можем говорить о том, что в этих древних текстах содержатся универсальные знания, не только какого-то одного народа или каких-то мудрецов, которые смогли узнать об этом, но и всей нашей земной цивилизации. Какие еще тайны человечества скрывают первые письменные источники? О каких богах рассказывают древние летописи? И как они повлияли на историю нашей планеты? Древнейшей библиотекой, которая известна на сегодняшний день, считается огромное собрание глиняных клинописных табличек шумерской цивилизации, обитавшей в Месопотемии. Эти первые летописи человечества были найдены археологами среди развалин Ниневи и столицы Ассирии. Глиняные таблички донесли до нас мифы и исторические хроники, своды законов и хозяйственные документы древних шумеров. Название клинописи идет от того, что внешне письменность шумеров воспринимается как написание черточками, колышками, отсюда собственно говоря и клин, понятие клинописи. Но на самом деле скажем так иерографическая письменность шумеров это достаточно развитая последовательность символов, позволяющая передавать не только записи технического характера, но и повествовать о так называемых поэтических эпосных событиях, то есть о легендах, мифах и так далее и тому подобное. История возникновения шумерской клинописи по-зверетельству ученых весьма примитивна, если не сказать комична. Необходимость что-то записывать у древних шумеров была исключительно хозяйственного характера. Чтобы посчитать имущество, они складывали в глиняные горшочки фигурки, изображающие то, что нужно было посчитать или просто камешки. У кого что есть? То есть сначала были такие фигурки, тоже вылеплены из глины. Вот у меня есть 10 баранов. Вот я вот этих баранов вот леплю вот и в горшочек специальный кладу тоже из глины. А у меня еще там три козы, а у меня еще две жены и так далее. Вот это все хозяйство складывалось в сосуд. Ну, неудобно. Глина застывала, этот сосуд каменел, и чтобы пересчитать свое вот это вот имущество, нужно было разбивать кувшин. А что, если на этом кувшине, когда он еще, скажем так, не засох, вот клинописью, вот как бы переписать вот все снаружи все, оказалось, что можно. С годами первое шумерское письмо совершенствовалось, и люди стали описывать уже более значимые события и явления из жизни. Глина в то время была самым доступным материалом, поэтому и записи делали на табличках, статуэтках и цилиндрических печатях из этого подножного сырья. На протяжении десятилетий лингвисты и историки расшифровывают эти тексты, открывая все более удивительные факты из жизни шумерской цивилизации. Уникальность этой цивилизации состоит в том, что она фактически возникает из ниоткуда. И тут же представляет массу направлений развития человечества, которые в дальнейшем будут определять, собственно говоря, формирование и развитие цивилизации. Ну, допустим, такой факт, что год делится на 365 дней, это как бы изобретение шумеров, которое неизменно было вплоть до 14 века, до введения так называемого григорианского календаря Григорием XIII. В 2001 году американский ученый Захарий Осидчин опубликовал статью под интригующим названием «Дело об инопланетных генах Адама». Следователь утверждал, что в глиняной летописи шумеров обнаружил упоминание о том, что человек выведен путем генной инженерии и создали землян пришельцы с планеты Нибиру. По теории Ситчина, эта планета 12-я в Солнечной системе. К такому выводу ученый пришел после того, как изучил шумерские легенды, которые описывают загадочную планету с сильно вытянутой орбитой. Клинописные тексты гласят, что 400 тысяч лет назад на далекой планете существовала высокоразвитая цивилизация, представители которой высадились на Земле в поисках полезных ископаемых. Для работы в рудниках нужна была рабочая сила. С этой целью пришельцы и создали человека разумного. Вот как это описывается на шумерских табличках. И были созданы на пустой планете желтые люди, сильные и выносливые рабы, добывающие топливо для повелителей своих, чтобы высшие существа могли летать повсюду и творить порядок на Земле и в космосе. Эта шумерская легенда стала первым звеном в череде удивительных открытий. Изучая древние тексты, исследователь обнаружил, что упоминания о загадочных искусственно созданных людях встречаются во многих древних источниках. Подчеркивается там неоднократно в Попо-Львух, что у них не было ни отцов, ни матерей. Такие же мотивы я и встречал и в преданиях других народов. То есть, все-таки, и они были во всем похожи на богов, такие же, как красивые, как боги, такие же, совершенные, так же могли видеть и внутрь Земли, и до звезд. Мир. Вот. То есть, получается, что это были клоны какие-то. Причем, я не исключаю, что в разных местах создавались клоны по типу разных богов. В одном случае это были белокожие, в другом случае это были темнокожие, в другом случае это, возможно, были какие-то многорукие боги. Поклоняясь своим создателям, представители земной расы называли их богами. Исследователь древних текстов Владимир Дегтярев нашел в шумерских летописях записи о том, что первых людей боги создавали из собственного семени и венозной крови. Эта смешанная субстанция, по мнению исследователя, и стала основой человеческого генома. Подтверждение этой, казалось бы, фантастической теории исследователь обнаружил в традициях некоторых современных народов, которые до сих пор соблюдают странный древний обыч, символизирующий тот самый процесс создания человека космическими творцами. Я нашел очень интересное подтверждение, когда я искал монгольские, бурятские, сказания, легенды и так далее, туда, что за Байкалом. Там есть такая вещь, они никто, вот, скажем, зарежут овцу, да, как покушать, они никто из правого бедра овцы вырезали кусок мяса с веной и выбрасывали, закапывали. Ни собакам не давали, никому, то есть ее так тщательно хоронили, понимаете, прятали, потому что именно из этой вены была взята кровь, которая помогла создать человека. Но как из нескольких капель крови внеземных создателей мог получиться разумный человек? И насколько он был похож на своих создателей? Ответы на эти вопросы также скрыты в древних письменах и рисунках. Вот на одной из шумерских табличек некое существо, похожее на человека, только с крыльями, держит в руках предмет, похожий на яйцо. По одной из гипотез, смесь, взятая у богов, через несколько дней преобразовывалась в человеческий эмбреон, который помещался в золотой футляр и складывали эти футляры в особое хранилище для созревания, как на другом древнем рисунке. Вот так выглядит бластоциста, пятидневный эмбреон современного человека. И он очень похож на яйцо, которое держит существо, на рисунке, вырезанном в глине много тысяч лет назад. Божья сущность, так сказать, легла вот в это яйцо золотое. Вы должны заметить для себя золотое яйцо, что оно обязательно фигурирует в ведах древнеиндийских, в двух только, оно, кстати, источников фигурирует, и у нас, в русской народной сказке курочка ряба. Там, в этой курочке рябе, в шести строчках этой сказки заложена уникальнейшая, капитально спрессованная информация о рождении всего сущего и даже о рождении Вселенной. Вот это золотое яйцо, оно пошло от вполне конкретного факта, о котором я вам сказал. И вот теперь, когда мы подошли, когда вот собирались эти, скажем, в специальных устройствах эти яйца, а, я вам говорил, да, закладывали эти эмбрионы в тончайшие золотые яйца. У них форма была яйца такая, да? Ну, скажем, как куриное яйцо, может, поменьше там, и они лежали до определенного времени. Когда подросли вот эти репликотированные женщины, уже созданные через поколение, да, им брали эти яйца и просто вкладывали туда, куда нужно. После чего происходил, так сказать, это яйцо надо было взрезать, взломать. Вот, мышка бежала, хвостиком махнула. Мышка, это, в общем-то, сперматозоид, если уж в детской сказке говорить об этом, да, хвостиком махнула, яйцо упало и разбилось, и пошел запуск рождения Вселенной. Более того, в древних текстах исследователи обнаружили упоминание о том, что первых людей вынашивали богини. И только когда подросло поколение земных первенцев, людям позволили размножаться самостоятельно. Получается, что на Земле одновременно существовали не только боги и люди, но и полубоги, рожденные богинями. А созданный из частички бога-человек должен быть очень похож на своего создателя. Не в этом ли смысл фразы о создании человека по образу и подобию бога? Ответ на этот вопрос попытался найти немецкий теолог Вальтер Йорк-Лангбайн. По моему мнению, можно такие понятия, как бог, божие сыны, небесные силы и так далее перевести как нечто внеземное, спустившееся на Землю. И люди пытались найти какое-то подходящее понятие этим неземным проявлением. Эти проявления были для людей очень значимыми, могущественными и воспринимались как действительно божественные. Идет ли речь о Боге или о Божьих сынах? Согласно древним писаниям Библии, человек был создан по образу и подобию Божьему. Это значит, что боги, то есть неземные существа, создали людей согласно своему нравственному образу. Я утверждаю, что человек является продуктом генных технологий внеземного происхождения и что мы созданы по образу внеземных существ. Мы похожи на внеземных существ. Это значит, что боги, изображенные в ранней живописи, выглядят как люди. В своем исследовании немецкий ученый пошел еще дальше. Детально изучив Библию, профессор Лангбайн обнаружил, что в священном тексте на иврите. Речь идет не о боге, создавшем человека по своему образу и подобию, а о богах во множественном числе. Более того, в книге Моисея описывается создание пар сынов божьих и дочерей человеческих. Эти факты позволили исследователю выдвинуть революционную версию о том, что когда землю посетила внеземная цивилизация, люди на ней уже были, но скорее всего в неразумном состоянии или на примитивном уровне развития. И небожители с помощью генной инженерии скрестили свою расу с земной, в результате чего и появился хомо сапиенс. Внеземные посетители приходили на Землю, чтобы исследовать ее. Они изучали животных и растения, они изучали людей. Я предполагаю, что было много таких посещений. Первые посещения привели к тому, что человек стал, так сказать, разумным, благодаря генным вмешательствам. Брали гены у внеземных существ и у человека и создавали новое существо, божественно-человеческую смесь. И чтобы проще объяснить, это все описывалось как отношение между полами. Это мое убеждение, не действительные контакты, а такое описание для генетических манипуляций. Более того, в древних восточных манускриптах говорится о том, что в разных точках земли обитали разные боги, которые обладали совершенно причудливой внешностью. Они могли быть похожи на животных с рогами и копытами, на рептилий или на людей-мутантов в нашем современном представлении. В древнем эпосе разных народов повествуется о том, что между людьми и богами иногда создавались пары, и в результате на свет появлялись гибридные существа. Еще и происходили смешанные браки. Об этом говорится во всех преданиях. Учитывая, что прежние и змеевидные существа, и драконы, и многорукие, они были оборотнями, они могли принимать форму человека, то браки такие, судя по всему, вполне были реальны. Потомство очень много описывается, что рождавшись потомство, были и похожи, и частично похожи на людей, и частично похожи на других существ, имели клыки какие-то, имели свойства, оборотничества, имели какие-то сверхчеловеческие способности, как тем прежним жителям Земли. И думаю, в результате смешения вот этих богов, демонов, прежних жителей Земли, клонов, и образовалось огромное количество современных рас. Получается, что древние книги поведали нам о том, что в каждом из нас живет частичка богов, и возможно это до сих пор отражается на нашей внешности, особенностях характера и наших способностях. Да, думаю, что именно так, что в каждом человеке течет кровь различных совершенно существ, и вы не задумывались никогда, почему люди так не похожи друг на друга, так сложно найти двух одинаковых человек, ну, бывает иногда, что бывают и копии, но в основном люди совершенно разные, и по росту, и по комплекции, и по цвету волос, по цвету глаз, думаю, все это результат смешения. Однако до сих пор многие исследователи считают историю о том, что частица бога живет в каждом из нас не более, чем красивой сказкой. Так же, как, например, эту легенду, которую фольклористы обнаружили в эпоси древних народов Индостана. Когда бог создал человека, человек научился говорить и стал донимать создателя разными вопросами. Бог устал на них отвечать и спрятался от человека в море. Человек научился опускаться под воду и снова начал одолевать бога расспросами. Тогда создатель укрылся под землю, но и там его нашел человек. И тогда бог спрятался в человека. И человек до сих пор ищет бога. Совсем недавно группа европейских генетиков выступила с сенсационным заявлением. Они нашли подтверждение того, что божественный ген действительно существует и заложен он в каждом человеке. Оказывается, наш организм использует всего 5% своего ДНК, а остальные 95% это так называемая мусорная ДНК с неизвестным предназначением и функциями. Сложные опыты показали, что человеческий организм никогда не задействует эту часть своего генетического аппарата. Но тогда зачем оно нам? В середине 20 века открыли двойную спираль ДНК. Тем самым разгадали тайну синтеза белков. Но поскольку их синтезом занимается только 5% ленты ДНК, то возникла новая тайна. Для чего предназначено 95% ДНК. И эта тайна до сих пор не разгадана. Будучи не в состоянии объяснить это шокирующее открытие, ученые рассматривают теорию о том, что наш генетический код был написан каким-то внеземным программистом. И неизвестная ДНК на самом деле это умная программа, способная развиваться. В эту генетическую программу встроена связь с бесконечной энергией и мудростью Вселенной. Другими словами, ДНК, которую ученые называют мусорным, на самом деле божественная ДНК. Так может это и есть реальное воплощение древней притчи о Боге, который прячется в каждом человеке. Но что тогда стало с древними богами? И почему на Земле остался только человек? Исследователи древних текстов считают, что после создания земной разумной жизни боги первое время опекали своих подопечных, передавали им часть своих знаний и обучали различным технологиям. Тот же самый Кецаль Каатль индейский бог майя ацтеков, который научил людей выращивать не только кукурузу, уникальное растение в современном мире, которое невозможно найти в диком виде, и которое просто не может расти без помощи человека. Кецаль Каатль также научил первых людей искусству, грамоте, языку и так далее. По описаниям китайских легенд или индийских легенд, шумерских легенд, боги научили людей земледелию, как выращивать злаковые растения. Это прежде всего пища для человека. Поэтому мы можем говорить о том, что боги, первые боги первоначально помогали людям, жили среди людей. Из глиняных табличек историки подчеркнули информацию о том, что шумеры довольно быстро освоили сельское хозяйство, научились строить многоэтажные дома и храмы, создали первые струнные музыкальные инструменты, лиру и арфу. Основали такие науки, как астрология и математика. Одним из царей древнего шумера, это уже исторически записанные хроники, тут уже, так сказать, никаких гипотез даже нет, так вот и есть, там записано. Была женщина, которую назвали кабачица, ну, в переводе. А что такое кабачица? Это мастер алкогольных напитков. Вот это она изобрела пиво и внедрила, так сказать. Вот. Их было немного, этих людей, но знали они очень много по сравнению с тогдашними людьми, так сказать, с населением. Они знали все, почти что боги, и их почитали как богов. И гипотезу о том, что долгое время боги правили на земле, подтверждает еще один факт. Особое впечатление на исследователей шумерских табличек произвел сохранившийся список первых десяти царей с датами их правления. Ученые не могли поверить. Продолжительность жизни первых правителей шумера исчислялась десятками тысяч лет. Эти десять царей правили двести семьдесят семь тысяч лет. Потому что каждый тридцать шесть тысяч лет, двадцать четыре тысячи лет. Вот я почему говорю о том, что они почти боги были. Они смертны были, но их жизнь по отношению к нынешним людям ну просто бесконечна. Тридцать шесть тысяч лет у власти одного человека. Ну это бессмертие при нынешнем уровне жизни, там продолжительность шестьдесят, семьдесят, ну даже сто лет. Это же мы как бабочки умираем. Однако со временем повествуют древние мифы, разумных существ на земле стало слишком много. Боги начали воевать друг с другом за территорию, уничтожая своим грозным оружием целые цивилизации. Не случайно во многих эпосах говорится о том, что на планете сменилось несколько эпох, когда погибало все живое, после чего боги создавали новых людей. По китайским легендам, нюевые фуси, первые прародители человечества, они тоже были змееподобными и создавали первых людей, вполне возможно, что змееподобными они были. в дальнейшем на землю спустились человекоподобные боги, возможно, это Адитьи, возможно, это Донавы, возможно, это как-то другие, которые описаны в древних текстах, они уже были человекоподобными. И они уже в войне, в космической войне с первым поколением богов, они одержали победу, и, соответственно, они, уничтожив старый мир, создали новый мир. И вот в этом новом мире они создали новых людей, уже по своему образу и подобию. И поэтому мы уже вот человекоподобные выглядим как боги последнего поколения, так сказать. Так значит, наша цивилизация это тоже лишь один из божественных экспериментов по заселению планеты. И почему тогда боги оставили Землю? Ученые предполагают, что поставив свое разумное дитя человека на ноги, создатели просто потеряли к нему интерес. Они изучили недра Земли, получили все, что им было необходимо, и покинули нашу планету, предоставив человечество самому себе. Когда они поняли, что полностью выполнили свою задачу, то они покинули нашу планету на своих космических кораблях. Они, продвигаясь вперед в глубины Вселенной, улетели исследовать другие планеты. Таким образом, Земля для них была маленькой промежуточной станцией их большого путешествия. Они пришли и снова исчезли. Многие годы человек из уст в уста передавал предания об истории нашей планеты и ее обитателей. Но со временем люди стали забывать тот опыт, который им достался от богов. Тогда они стали записывать то, что еще сохранилось в памяти. Так и появились книги, которые до сих пор хранят сакральные знания древних богов. И вот интересно, что те цивилизации, которые были задолго до нашей и задолго даже до шумерской, какой-нибудь до египетской, не оставили после себя никаких письменных источников. И не потому, что они так долго, много времени назад существовали, погибли, и погибла вся техносфера, условно, все следы. А просто у них не было письма, потому что они общались мыслями. То, что мы сейчас назовем телепатия, там, ясновидение. И мысль любого, ну, даже человеком трудно сказать, любого представителя той цивилизации передавалась адресно, мгновенно, на любые расстояния нужному адресату или всем. Существует ли вероятность того, что после предыдущих земных экспериментов, проводимых богами, кто-то вышел? Если предположить, что в глобальных катастрофах на Земле какой-то из видов живых существ не погиб и продолжил эволюционировать параллельно с нашей цивилизацией, как бы тогда сегодня выглядели предшественники человечества? Недавно известный канадский палеонтолог Дейл Рассел провел необычный эксперимент. С помощью компьютерной программы он смоделировал эволюцию динозавра за миллионы лет. Объектом эксперимента стал стенонихозавр. Ученый обратил на него внимание, потому что по мнению Рассела на момент гибели 65 миллионов лет назад этот динозавр уже мог обладать зачатками разума. Это можно сказать разумное существо динозавроподобное ходившее на двух ногах но имевшее хвост его мозг уже по объему равнялся мозгу шимпанзе и он совершенно отличался от первых динозавров а принадлежал он уже поздней эпохи динозавров это 60 миллионов лет назад стенонихозавр был небольшого роста около полутора метров впервые верхнюю часть черепа этого животного Дейл Рассел обнаружил при раскопках в канадской провинции Альберта уже тогда его поразило строение черепа этого животного исследование показало что с мозгом сопоставимым по размеру с обезьянем они обладали гораздо большим интеллектом чем более крупные ящеры стенонихозавры могли размышлять анализировать разрабатывать стратегии групповой охоты строение передних лап позволяло им брать камень и кидать его в цель по предположению антрополога за 200 тысяч лет интеллект этих небольших динозавров вполне мог достичь уровня сравнимого с человеческим если бы стенонихозавры не вымерли вместе с остальными динозаврами то именно они скорее всего развили бы социальную сеть и космические технологии и вот какой потрясающий результат выдало эволюционное моделирование именно так бы выглядели бывшие динозавры сейчас при объемном конструировании получилось существо ростом примерно с обычного человека с крупными умными глазами и щелевидными зрачками в результате обработки данных компьютер им выдал результат возможно того как мог выглядеть потомок вот этого стенонихозавра спустя 60 миллионов лет то есть в наше время так вот компьютер им выдал как раз именно тех инлонавтов которые по описанию очевидцев и свидетелей присутствуют на летающих объектах на НЛО которые посещают нашу землю в современное время то есть можно полагать о том что вполне возможно это не просто НЛО это не просто инлонавты это те самые разумные существа которые жили в незапамятные времена и которые претерпели какие-то элиционные изменения и на сегодняшний день они выглядят соответствующим образом сегодня когда развитие нашей цивилизации только приближается к тому что описано в некоторых древних текстах появился серьезный повод для пересмотра официального научного мнения об истории человечества тем более что исследователи снова и снова сталкиваются с фактами которые из глубины веков донесли до нас дневники древних цивилизаций какие тайны хранят камни русского севера о чем могли рассказать наши предки еще до того как научились писать и где в России находится свой бермудский треугольник в час когда солнце встает на Донежским озером на прибрежных камнях становятся видны загадочные фигуры десятки лет исследователи изучают эти наскальные рисунки которые называют карельскими петроглифами и до сих пор не могут понять почему их лучше всего видно именно на рассвете и на закате под определенным углом солнечных лучей а в дневное время или в пасмурную погоду большинство изображений высеченных в камне становится практически незаметным ученые называют это эффектом первобытного кино где все герои оживают под лучами ясного солнца но как древним режиссерам эпохи неолита удалось достичь такого эффекта и это только одна из множества тайн которые хранит в себе древняя каменная книга именно так называют петроглифы найденные на берегах Онежского озера и Белого моря по мнению историков эта карельская каменная летопись появилась задолго до египетских пирамид и древних цивилизаций Шумера и Аккада возраст их средний как принято считать это 6-6,5 и около 7 тысяч лет от наших дней то есть это примерно эпоха неолита каменный век как многие историки говорят археологи что они древнее египетских пирамид так порядка ну как минимум на полторы тысячи лет то есть это своя была древняя культура цивилизация и недаром их называют каменная книга севера потому что это именно такое повествование о быте людей которые давно давно уже каннули древняя каменная летопись то есть это повествование вместо каких-то пиктограмм манускриптов это повествование я считаю будущим поколением от предков то есть они хотели показать свой быт свою культуру то есть не хотели просто кануть в лето то есть хотели что-то оставить после себя и еще вот если взять беломорские петроглифы то это настоящая школа для выживания это учебное пособие как правильно охотиться на морского зверя на лесного зверя как правильно охотиться на птиц там просто очень подробно показано лесная и морская охота то есть это пособие для подрастающих поколений я считаю еще поэтому это книга исследователи разглядели среди петроглифов даже изображения лыжников которые теперь считаются самыми древними не только на севере Европы но и во всем мире а норвежские историки утверждают что именно предки саамов населявшие древнюю территорию Карелии первыми из европейцев встали на лыжи однако среди вполне понятных бытовых сцен из жизни древних обитателей северных широт ученые обнаружили на камнях загадочные знаки этнографы историки и археологи уже полвека занимаются их толкованием круги треугольники в общем знаки которые трудно объяснить ну можно конечно это звезда это солнце это там камень какой-то значит загадки есть вот остаются не всегда понятны эти знаки которые оставил нам человек каменного века но не только в Беломорье петроглифы существуют по всей Сибири можно их встретить к сожалению очень много было затоплено на реке Енисей когда строили гидроэлектростанцию и на Лене тоже пострадали вот эти вот каменные рисунки целая в общем галерея была этих каменных рисунков но что-то сохранилось галерея пикассо например онежское озеро там сплошная ну как это можно назвать мистика какой-то Это шаманизм, оккультность. То есть, Онежское озеро там, например, преобладает изображение лебедей. Это очень такие странные лебеди, и в то же время очень красивые, с длинными шеями. У одного лебедя, например, шея до двух метров в высоту. Еще у первых славян лебеди считались священными птицами, которых нельзя было уничтожать. Убийство лебедя каралось смертной казнью. Исследователи считают, что такое почитание этих грациозных птиц с длинной шеей сохранилось у славянских народов от древних предков. И в качестве свидетельства ученые приводят многочисленные наскальные изображения этих птиц, в том числе и в Карелии. Однако есть и другое мнение. Длинная шея, относительно маленькая голова и массивное тело. Некоторые ученые считают, что это вовсе не лебеди, а динозавры. Иначе почему они так велики по сравнению с выбитыми рядом оленями и другими животными? И если представить примитивное изображение динозавра от ряда травоядных зауроподов, то оно выглядело бы именно так. А ведь авторы каменных страниц изображали то, что видели сами, с чем были хорошо знакомы. Но тогда откуда древние люди могли знать о динозаврах, существовавших миллионы лет назад? Возможно, отдельные особи гигантских ящеров дожили до появления человека? Или все-таки человек появился гораздо раньше, чем считает современная наука? Но еще больше вопросов вызывают другие петроглифы. На восточном побережье Нежского озера, в районе мыса Бесов-Нос. Бесов-Нос. Там, в принципе, до сих пор ученые как раз не могут точно сказать, опять же, что солярные знаки, значит, лунарные, антропоморфные изображения, например, изображения человека-лося. Половина человеческого туловища, половина туловища лося с рогами. Конечно, на 100% ученые не могут дать трактовки этих рисунков. Многие ученые действительно видят летающие тарелки, межпланетные спутники. Именно они акцент делают на вот эти солярные и лунарные знаки, которые принято считать изображением небесного светила. Вот эти так называемые солярно-лунарные знаки. Все они ориентированы только на запад или на восток. По мнению одних ученых, эти петроглифы означают луну или солнце. Но тогда почему они как будто стоят на двух или трех ножках? Другие исследователи считают, что здесь древние люди изобразили летательные объекты, которые видели своими глазами. Много непонятного и в изображениях человеческих фигур. Люди, как правило, выгравированы в профиль с одной рукой и одной ногой. Однако все же они похожи на людей. На что может означать двуногое существо, у которого вместо головы два огромных шара? Или рога на голове? Кто эти загадочные существа на камнях? Плод фантазии древнего автора или реальные персонажи минувших столетий? И о чем пока молчат эти страницы каменной книги? Не тех ли самых богов, о которых гласят восточные легенды, изображали и древние северные жители? Богов, которые передвигались на удивительных летательных аппаратах самых разных форм, которые были похожи и на людей, и на животных, и которым человечество по древним преданиям обязано своим появлением. Описывается подробно вот эти вот существа, ожившие раньше. Двадцатирукие, десятиголовые, покрытые бирюзовой кожей, ракшасы, якши. И те, и другие были гиганты. Якши тоже имели очень устрашающую внешность, представляли собой оборотни, могли менять форму. Кемпуруши, которые имели лошадиную голову и тело человека, или некая противоположность кентаврам, вот, описываются хуты и, наверное, пешачьи. Всех этих существ не перечислишь. Один из самых загадочных петроглифов Карелии – это знаменитая фигура беса, выбитая на скале мыса бесов нос. Размер этого изображения 2,5 метра. Его пересекает глубокая трещина, разделяя рисунок ровно на две половины. По одной из местных легенд, это щель в иной мир, в другое измерение. Существует такая версия, что трещина, она ледниковая, то есть возникла задолго до еще изображений на скальных. И люди ее выбрали не случайно, эту трещину, и изобразили на ней беса. То есть по местным, опять же, преданиям, легендам, через эту трещину они вливали в бесы кровь животных, то есть какие-то жертвы приносили и просили его о хорошей погоде, об удачной рыбалке, охоте. И даже сейчас существует такая традиция. Многие туристы, даже археологи, которые уже 30-40 лет туда ездят, на это место бесов нос посещают, в первый же день, когда они приезжают, разбивают лагерь, обязательно идут к бесу и наливают. Кто коньяк, кто водку, и просят за удачную экспедицию, за удачную погоду, чтобы шторма не было. А беспокоиться здесь действительно есть о чем. В километровом радиусе от бесов носа часто отказывается работать спутниковая навигация. Часы ведут себя непредсказуемо, могут убежать вперед или совсем остановиться. Капитаны заходящих сюда судов уже давно знают особенность этого места, поэтому они удивляются и ориентируются по маяку. С чем связана такая аномалия, ученые точно до сих пор не могут понять. Возможно, причина в магнитной руде, залегающей глубоко под землей. Но местные жители уверены, что это все проделки каменного беса. Для древних это, безусловно, были боги. И, возможно, они были хорошими богами, добрыми. На бесовом носу, например, изображение беса – это, скорее всего, изображение женщины. То есть, такой особый женского пола, поскольку расширение в тазу, нет полового признака мужского и сужение в плечах. То есть, это, скорее всего, бесиха женщина. То есть, скорее всего, она была доброй какой-то богиней. Да и бесам это существо с квадратной, как у робота, головой, назвали с приходом христианства. Монахи Муромского монастыря, расположенного в 25 километрах южнее, в 15 веке даже выбили на фигуре бесо-христианский крест, чтобы нейтрализовать дьявольские картинки, как они называли таинственные петроблифы. Конечно, до севера Карелии православие очень поздно дошло, может, к 14-му, дай бог, к 15-му веку или позднее, но, тем не менее, это все истреблялось. Все эти языческие культы, обряды, лабиринты пытались уничтожать монахи. И все, что было не христианское, до Христа это все именовалось бесами. Ученые до сих пор не могут растолковать половину карельских петроблифов. А события, которые разворачиваются вокруг них, только придают им загадочный, даже мистический оттенок. В 2002 году в список Всемирного фонда памятников, в который включены 100 разрушающихся объектов мирового значения, под номером 78 занесены петроглифы Карелии. Исторические памятники, оказавшиеся в этом списке, могут рассчитывать на выделение солидного гранта. Однако попадание карельских петроглифов в заветную сотню оказалось под угрозой 11 сентября 2001 года. Предварительное оформление соответствующих документов по карельским древностям уже шло полным ходом. Но однажды в общественную организацию Петроглифы Карелии позвонил из США представитель финансовой организации, ответственный за предоставление заявки. Направляясь в нью-йоркский офис, он вдруг почувствовал недомогание и решил вернуться домой за лекарствами. Когда же спустя некоторое время он подъехал к южной башне Всемирного торгового центра, где располагался его рабочий кабинет, у него на глазах самолет протаранил здание. Уничтоженные документы по карельским петроглифам позже восстановили. Но мистический шлейф, который тянется за этими наскальными рисунками, с тех пор только укрепился. Узнаем ли когда-нибудь мы о том, кого на самом деле изображали древние художники? Божественных создателей или демонов из преисподней? И если бы боги хотели оставить человечеству личное послание, какой язык они бы выбрали? В 1987 году журнал Forbes назвал санскрит самым удобным языком компьютерного программирования. Это стало сенсацией. Как язык, который называют прародителем всех индоевропейских языков и который считают самым древним в мире, может подходить для современных высоких технологий. Санскрит появился непонятно откуда. Он просто свалился с неба. И на сегодняшний день санскрит, по оценкам специалистов, является самым поэтическим языком. При этом он также является подходящим для компьютерщиков. Его можно использовать в компьютерном программировании. При этом приходится удивляться тому, каким образом он организован. Там все звуки собраны в определенную систему. Каждый звук имеет определенный смысл. Причем многие древнеиндийские тексты, особенно священные писания, такие как веды и другие, они не только читаются, они поются на санскрите. Весь древнеиндийский эпос написан на санскрите. Как отмечают лингвисты, он является совершенным языком, способным отразить любые, даже тончайшие оттенки мысли. По своим выразительным способностям санскрит намного превосходит все современные языки. То, что на английском или русском может выражаться несколькими словами, на санскрите может быть сказано одним единственным словом. Поэтому у переводчиков санскрита часто возникают сложности с трактовкой текстов на этом языке. Некоторые оппоненты говорят, а ты читал произведение в оригинале, на санскрите? Я говорю, нет, не читал, но для чего мне это нужно? Потому что, например, я читал Адипару, первую книгу Махабхараты, лесную, третью книгу Махабхараты, в трех разных переводах. И отличие только такое. Например, Невытакавачи называется одетые в одной переводе в непробиваемой панцире, а в другом переводе, те, чья броня непробиваема. Вот такое вот отличие, оно несущественное, исключительно в нюансах. Но как такой совершенный язык появился на Земле? В поисках ответа исследователи обратились к индийским летописям и нашли легенду, в которой говорится о необычном происхождении санскрита. Согласно древнему тексту, просветленные йоги, которые в тишине внимали своему телу, уловили 50 различных вибраций, которые исходили из чакр. И каждая из этих тонких вибраций стала одной из букв санскритского алфавита. Иными словами, санскрит – это выраженные в звуках внутренние энергии. Например, многим известен священный на Востоке звук Ом. С одной стороны он является мантрой, а с другой – это буква алфавита. Шрифт, на котором записывается санскрит, называется Деванагари. Если переводить дословно, то получается, что шрифт Деванагари – это письмо божественных нагов. А божественные наги – это змееподобные боги, которые, согласно легендам, создавали первых людей. Поэтому надо полагать, что именно они и научили первых людей грамоте, и научили письму. Причем, вот это письмо, шрифт Деванагари, он схематично изображает открытый рот, причем не человека, а какого-то змееподобного существа, поскольку у змееподобного существа вполне возможно, что язык был немного другим, и носоглотка была совершенно другой. Специалисты, занимающиеся изучением шрифтов и алфавитов, считают, что при написании символов или букв почти везде за основу принято схематичное изображение рта, издающего звук. Язык создателей Деванагари не содержал ни одной зубной буквы, которая произносится с участием зубов. Исследователи выдвинули смелую гипотезу, а что если у этих существ, составивших санскритский алфавит, зубов просто не было? Ведь именно такими изображают нагов, индийские скульптуры. Именно поэтому в санскрите, ну и даже во многих других восточных языках присутствует очень много дифтонгов, придыхательных звуков, которые очень трудно произносятся с помощью нашей носоглотки. И обратите внимание, вдоль всей Юго-Восточной Азии, начиная с Египта и кончая странами Юго-Восточной Азии, как и Япония, Вьетнам, Бирма, Китай и так далее, и в том числе и в Индии, очень много вот этих придыхательных звуков через ха, через выдох. И вот эти звуки, они ведь были характерны не для нашей носоглотки, а скорее всего для носоглотки вот тех змееподобных существ, которые существовали в допотопные времена. В санскрите и хинде присутствует множество подобных звуков с выдохом через нос, а не через рот. Для других человеческих языков это явление крайне редкое. В Индии по сей день широко распространен странный обычай надрезания основания языка. Многие йоги специальными тренировками вытягивают язык в длину. Но зачем же так все усложнять? Для чего необходимы такие искусственные операции? А все потому, предполагают исследователи, что так проще разговаривать на языке нагов. Возможно, люди подсознательно до сих пор стремятся правильно говорить на языке богов. Когда еще не было письменности, когда люди еще умели общаться без письменности, запоминали огромные тексты и обладали большим количеством знаний, вот эти древние священные писания, они передавались устно, из поколения в поколение. Целые семьи устно заучивали огромные куски текста, передавались из поколения в поколение, для того, чтобы потом к приходу Кали-юги, это третье тысячелетие до нашей эры, чтобы вот эти все знания были уже записаны в письменном виде и сохранены для последующего, для будущего человечества. Так вот, если мы смотрим на этот санскрит, он обозначается как язык богов. Брахманы так и говорят, что санскрит – это язык богов. Погружаясь в изучение древних текстов, ученые делают все больше неожиданных открытий. Недавно группа западных ученых, исследовавших Библию, заявила, что тоже обнаружила в священном тексте закодированную информацию об истинном происхождении человека. Разложив название первой книги Библии «Генезис» бытия, исследователи пришли в изумление. Греческое слово «генезис» можно разложить на две составляющие – «ген» и «изис». А поскольку «изис» и «венера» – это разные имена одной богини, то сочетание «ген-изис» фактически означает «ген Венеры». Это открытие подтолкнуло ученых к смелой гипотезе о том, что создатели человека были с Венеры, и это их гены заложены в нас. Сторонники теории внеземного происхождения человека до сих пор спорят о том, какая планета могла стать прародиной землян. Кроме Венеры называют еще Марс, Луну и даже спутник Юпитера Европу. Но все меньше становится тех, кто категорически отрицает теорию о вмешательстве в создание человеческой цивилизации пришельцев с одного из небесных тел. Мы думаем, что история развивается только вперед, то есть прогрессируя. Но мы знаем, что история – это спираль. И история знает свои взлеты и падения. То есть наступают иногда вслед за развитием темные века, как говорили раньше, провалы человечества отбрасываются в своем развитии. Многие изобретения, мудрости, знания, они превращаются в какие-то клады нереализованные. То есть и предстоит, конечно, и расшифровывать, и смотреть, что можно использовать. Ведь мы не можем прокладывать дорогу в будущее, не зная хорошо нашего прошлого. А мы наше прошлое еще очень плохо знаем. В различных религиях мира существует огромное количество книг, претендующих на откровение свыше. Но существуют ли доказательства, что именно эта книга и есть Слово Бога? Представьте, что вы решили написать книгу так же, как была написана Библия. Вероятно, вам пришлось бы предпринять следующие шаги. Во-первых, вы попросили бы помочь вам в написании книги людей из различных сфер жизни. Врачи, учителей, рабочих и ученых. Всего примерно 40 соавторов. Вы попросили бы их писать на следующие темы. Творение Вселенной, религия, философия и будущее человечества. Затем все мысли этих людей необходимо объединить в одной книге. Как вы думаете, что получится? Вероятнее всего, это будет самый хаотичный набор мыслей, которые вы когда-либо видели. И только с одной книгой в мире такой опыт не обернулся провалом. Дело в том, что Библию изучали как 100 лет и 200 лет назад, так и изучают и будут дальше, пока существует человек. В ней очень много тайн нераскрытых. Причем с позиции верующего человека или атеиста можно подходить к Библии, но и тот, и другой скажут, что это гениальное творение. Только верующий скажет, что это подсказано Богом. Атеист скажет, что это гениальное творение гениальных людей, мыслителей. В начале 20 века во всех ведущих газетах США появилась публикация русского эмигранта Ивана Панина. Известный ученый, математик и лингвист бросил вызов любому, кто опровергнет собранные им доказательства одного феномена. Панин утверждал, что к созданию Библии приложил руку сам Творец. Всю свою жизнь доктор Панин, бывший атеист, а теперь искренне верующий христианин, посвятил математическому анализу Библии. Ученый вычислил цифровой код Писания и заключен он всего в одной цифре – 7. Эта цифра связывает все книги Библии. Сначала Панин обнаружил, что в вычислении цифровых значений слов, когда каждой букве присваивается определенное число, как в нумерологии, а затем эти цифры суммируются, постоянно дает семерку. В абзаце, в строке, в отдельных книгах Библии, везде математик получал только эту цифру. Потом он подсчитал, что количество слов в Святом Писании делится на 7. На эту цифру делятся также собственные мужские и женские имена. Количество слов, начинающихся с гласной и согласной буквы. Количество самих гласных и согласных, и даже слов, начинающихся с каждой буквы алфавита. Этот список можно продолжить до бесконечности. Проделав титаническую работу с каждой книгой Библии, Ипанин сделал вывод о сверхъестественной природе Писания. Вот пример из Ветхого Завета, который изначально был написан на древнееврейском языке. В предложении «Вначале Бог сотворил небо и землю» семь слов, состоящих из 28 букв. В предложении три существительных «Бог, небо и земля». Сумма соответствующих цифр каждой буквы 777. Это число получается, если 111 умножить на 7. Глагол «сотворил» в древнееврейском варианте имеет цифровое значение 203. Это 29 на 7. Первые три слова в сумме состоят из 14 букв. 2 на 7. Так же, как и остальные четыре слова, тоже состоят из 14 букв. Панин разбил на три части общее количество букв в предложении и получил одинаковое число в трех частях 133. Это 19, умноженное на 7. Только в одном этом предложении Панин обнаружил 30 различных проявлений числа 7. Такое совпадение может произойти лишь один раз на 33 триллиона случаев. Подобные числовые закономерности проходят сквозь все Писание, воедино связывая весь текст. Каждое слово, каждая буква по расчетам Панина занимает в Библии свое строго определенное место. И выпадение или изменение хотя бы одного знака ломает всю эту стройную систему. Как авторы Евангелий, люди совершенно разные по своему положению, образованию, возрасту и национальности. Жившие в разное время могли сотворить такой уникальный образец математического мастерства. Если представить себе человека, который жил 2000 лет назад. 99,9% людей того времени были неграмотными. 90% населения тогда, допустим, Ближнего Востока, это люди, которые 90% дальше своего селения не выходили. Или уходили там, может быть, на 10, на 20 километров. То есть вот такой ограниченный круг знаний у человека того времени. И как такому человеку объяснить, скажем, что атомарное строение мира, о том, как космос устроен, как Земля, как живут другие люди. Это можно объяснить только одним, сделал вывод Иван Панин. Святое Писание записывали на бумаге разные писатели, но автору Библии всего один – Творец. Каким образом автор надиктовывал исполнителям библейские тексты, сегодняшняя наука сказать не может. А между тем, вызов Панина, брошенный через газеты, с предложением опровергнуть божественное происхождение Библии, не рискнул принять ни один человек. Знал ли тогда ученый о существовании антипода Библии? И каким бы оказался код дьявола, если бы математик применил свою теорию к знаменитому кодексу Гигас? Как бы то ни было, исследователи этого манускрипта считают, что он небезопасен для человечества. Во времена, когда человечество из года в год ищет все новые предзнаменования апокалипсиса, имена великих предсказателей будущего всегда на слуху. Пророчества Мишеля Нострадамуса и Ванги, Вольфа Мессинга и Эдгара Кейси изучены досконально. Но мало кто знает о неординарном ученом из средневековой Германии Альберте Великом. А ведь именно он восемь веков назад с большой точностью предсказал многие события, которые произошли с человечеством до нашего времени. Более того, его предсказания описывают события 24 века. Что же нас ждет в ближайшие три столетия? Как Альберт Великий связан с Библией дьявола? И за что церковь канонизировала средневекового предсказателя? В небольшом чешском городке Кутна Гора, в 70 километрах от Праги, находится уникальная в своем роде часовня. Более жуткое зрелище внутри действующего храма трудно себе представить. Все внутреннее убранство часовни сделано из человеческих костей. На изготовление одной только люстры ушли останки пяти тысяч человек. Для строительства этой церкви были использованы кости людей, которые погибли от бубонной чумы, бушевавшей в Кутне в 1318 году. Болезнь разразилась в этом городе совершенно внезапно, как будто взялась из ниоткуда, не затронув при этом жителей соседних деревень. Современники тех страшных событий чудом, оставшиеся в живых, были уверены. Чуму на город наслала книга, на страницах которой хранилось самое большое изображение дьявола из всех имеющихся на Земле. По легенде, эта книга, где бы она не появлялась, всюду приносила несчастье. Не случайно древний фолиант Кодекс Гигас получил второе название Библия дьявола. Кодекс Гигас звучит, конечно, заманчиво и таинственно, а когда переведешь, то просто большая книга и все тут. Так мозг устроен, что мы всегда воспринимаем латынь как что-то тайное. Сейчас Библия дьявола, скрытая под пуленепробиваемым стеклом, выставлена в Королевской библиотеке в Стокгольме. Но нашли ее в той самой Костнице под Прагой. Эта книга одним своим видом внушает трепет. Кодекс Гигас просто огромный. 624 страницы с прекрасно выделанной ослиной кожи. 92 сантиметра в высоту, 50 сантиметров в ширину и толщиной 22 сантиметра. Этот гигантский древний фолиант весит 75 килограммов. На сегодня Кодекс признан одним из самых загадочных писаний в истории человечества. История создания Библии дьявола окутана тайной. По легенде, монах, совершивший страшный грех, приказал замуровать себя заживо в небольшой комнате. И чтобы искупить свою вину, дал обет написать книгу, которая будет содержать в себе все знания человечества. Послушник обещал создать самую мудрую книгу, но потом понял, что в срок закончить ее не успеет. Тогда монах обратился с мольбой о помощи к дьяволу, пообещав взамен отдать свою душу. И сатана согласился. Подобные книги уже создавались во времена, в античные времена, может быть, даже более древние времена. Но называлось, естественно, это по-другому. Если есть религия, то были люди, которые отрицали ее. Были люди, которые противодействовали ей. Да, еще в 7-8 веках уже были антихристианские книги. Они, понятно, что держались под большим секретом. Они хранились в каких-то сектах. А секты уже были и в те времена. Еще тогда молодая христианская религия только распоравляла плечи, завоевывала власть в Европе, в Азии. Но уже создавались вот эти секты антихристианские. И вот подобные книги, они были. Как гласит легенда, в процессе написания темного властелина охватила гордыня. И он решил оставить свой портрет как вечное напоминание о своем творении. Более четкого и красочного рисунка когда-либо существовавшего в документальных книгах древности не найти. Важно отметить, что тот монах, который писал эту книгу, он, конечно, не был хорошим художником. Совершенно. Поэтому он и представлен в неких пропорциях странных. Но что самое удивительное, они утвердили главное. Это горностай. Ведь вот он одет в шубу горностая. А горностай, как известно, это высшее, да, это один из символов высшей власти. Радиоуглеродный анализ показал, что книга была написана в 1240 году. Многочисленные почерковедческие экспертизы и анализы красок показали, что писал кодекс Гигас действительно один человек. Одними и теми же чернилами на основе пчелиного воска. Однако на создание такого объема рукописного текста с такими сложными иллюстрациями писцу потребовалось бы не меньше 30 лет. Может быть, один переписчик, но бывало так, что переписчики в средние века, они вырабатывали, была своя школа переписи и учились, то есть трудно было отличить одного писца от другого по почерку. То есть они как бы одна школа, они одинаково выписывали буквы, слова, там, отступ в строках, там, и так далее, то есть вот техника. Поэтому иногда сложно сказать, что один ли человек писал ту или иную книгу, или трудилась целая артель, там, или группа переписчиков. По содержанию кодекс дьявола, как ни странно, почти не отличается от обычной Библии. В нем есть тексты Нового и Ветхого Заветов, описаны различные сцены из истории человечества. Более того, несмотря на бесчинство инквизиции, этот фолиант церковь на протяжении веков бережно хранила. Однако небольшая часть кодекса все-таки исчезла. Одна из самых больших загадок вокруг этой книги восемь пропавших страниц, которых не хватает сразу о чем были эти страницы и почему только они исчезли из древнего кодекса. Не было подобных книг вообще, которые бы содержали в себе все магические и все колдовские и ведические написания в отношении концентрации зла на страницах. И заметьте, все-таки бедензинцы владели медициной, ядами и противоядами. Поэтому носит это все, конечно, огромный мифический характер. Исследователи предполагают, что на недостающих листах были описаны магические обряды и предсказания дьявола, из которых сохранились только последние строки. В них говорится о попытке трижды захватить мир. Ученые перерыли архивы всей Чехии и близлежащих стран в поисках похожего текста и нашли в Кёльне книгу Оракулы, автором которой был средневековый алхимик Альберт фон Больштадт. Современники называли его Альбертом Великим. Вот та самая фраза, которую искали ученые. Германия трижды будет на краю победы за период равный семистам годам. Она трижды почти овладеет миром. Исследователи были поражены, когда соотнесли предсказания Альберта Великого с историческими событиями. Совпадение было стопроцентным. Первая попытка Великой Победы была предпринята в 16 веке, когда Карл V Габсбург был одновременно королем Священной Римской Империи и Испании. Вторую попытку предприняла династия Гоген-Солернов в 19-20 веках. И, наконец, третий раз завладеть миром в середине 20 века попытался Адольф Гитлер. Получалось, что Германия действительно за 700 лет трижды была на краю вожделенной победы, но так ее и не добилась. Сомнений не было. В Библии дьявола сохранился фрагмент именно этой книги. Заинтригованные исследователи изучили и другие предсказания средневекового ученого. В далеком 13 веке, когда человечество не имело ни малейшего представления об электричестве, он предрек его появление. Предсказал изобретение автомобиля, летательных аппаратов и даже роботов. Среди уже сбывшихся пророчеств и полет человека на Луну. В 2080 году по предсказанию Альберта Великого люди полетят на Марс, а в 2280 из океана поднимется Атлантида. Через тысячу лет после смерти Альберта Великого ангелы будут сходить с неба как в допотопные времена. Новые острова встанут из океана. Странный древний остров покажет вершины свои из гор и вод за Геракловыми столпами. Это было последнее предсказание Альберта Великого, написанное за несколько дней до его смерти в 1280 году. В начале 20 века католическая церковь признала его учителем церкви и канонизировала. Но до сих пор не ясно, как его цитаты из книги Оракулы попали в кодекс Гигас. Историки внимательно изучили биографию святого Альберта. Оказалось, он был довольно странным человеком. Доминиканский монах, ученый, совершивший целый ряд открытий в науке, прародитель кибернетики. При этом он занимался алхимией и современники считали, что именно он создал голема, искусственного человека из неживой материи. Сохранилась легенда, что один из учеников Альберта Великого, знаменитый философ Фома Аквинский, сбежал от него, когда увидел, что одна из кукол в углу его комнаты вдруг пошевелилась, протянула к нему руку и заговорила человеческим голосом. Возможно, считают историки, эти слухи и дали повод создателю кодекса Гигас признать его сторонником силы тьмы, и поэтому он удостоился упоминания в знаменитой книге. Тогда исчезновение страниц Библии дьявола можно объяснить нежеланием церкви, чтобы имя канонизированного святого соседствовало со зловещим изображением сатаны. О какой книге мечтают все маги и колдуны? Какие тайные знания спрятала от нас египетская цивилизация? И почему древний папирус стал проклятым? Древнейшей из всех таинственных книг считается легендарная книга Тотта. Ее точный возраст неизвестен никому. Но исследователи считают, что появилась она задолго до Рождества Христова, и ей как минимум тысячи, а возможно и десятки тысяч лет. Многие историки убеждены, что в момент зарождения египетской цивилизации жрецы и фараоны должно быть уже обладали книгой Тотта, которая по многочисленным легендам давала своим владельцам безграничную власть и могущество, процветание и счастье. В этих книгах Тотта было что? Предсказание будущего, когда произойдут какие события, дальше в них было описание прошлого, не случайно вот атлантологи, те люди, которые верят в Атлантиду и изучают, была она или нет, так же, как и Гиперборея, значит, они считают, что там в книге Тота они найдут ответ на этот вопрос, потому что многие знания пришли в Египет якобы из Атлантиды. Но кто создал этот таинственный папирус? Откуда древний автор черпал знания, за которыми люди охотятся на протяжении столетий. Если верить преданиям, рукопись потому и обладает могущественной силой, что создал ее сам Тот, египетский бог счета, письменности и мудрости. В народе его называли лунным диском, так как верили, что это преемник самого главного бога Солнцера. Тот был еще и врачеватель, он лечил болезни, он продлевал жизнь и считается, что и дарил бессмертие. Поэтому считается, что в книгах Тотов все это есть. И секреты изготовления лекарств, и секреты долголетия и бессмертия. Вот так Тотов изображали древние египтяне в виде человека с головой и беса. В руках он держит тростниковое перо и палетку с чернилами. По легенде Тот изобрел письменность и был летописцем всех собраний богов. И именно под его диктовку один из египетских жрецов записал книгу Тотто. Однако есть и другая версия. То, что мы на сегодня называем сакральными знаниями, это есть определенный объем знаний, который в той или иной форме сохранился. И он берет свое начало именно от цивилизаций очень высокого уровня развития древних цивилизаций. В истинном смысле допотопных цивилизаций. И эти знания они оказали очень серьезное влияние на судьбу нашей нынешней цивилизации. Сегодня многие исследователи придерживаются мнения, что до образования древнего Египта на этой территории существовала другая, более развитая цивилизация. О ее появлении спорят, не исключая даже версии внеземного происхождения. В пользу этой гипотезы говорят многие факты. Археологи до сих пор не могут понять, как люди смогли построить гигантские египетские пирамиды. Каждый знаком с официальной версией их происхождения. пирамиды построены ценой эксплуатации тысяч рабов. Однако согласиться с ней на 100% невозможно. Судите сами, пирамиды идеальной формы. В соотношении их геометрических элементов заложен принцип золотого сечения. Они четко ориентированы по звездам. Известный британский исследователь Грэм Хэнкок много лет посвятил разгадкам тайн египетских пирамид и уверен, что построить их без вмешательства извне просто невозможно. Великая пирамида, если вы возьмете ее высоту и умножите на 432 тысячи, вы получите точное измерение полярного радиуса Земли. А если вы измерите периметр основания Великой пирамиды и умножите ее на 432 тысячи, вы получите точное измерение экваториального пояса Земли. Это не может быть случайностью, так как используется шкала от 1 до 432 тысяч. Это одно из тех чисел, которые используются в мифологии и текстах по всему миру. Исследователи выяснили, что кроме местного материала известника скал, расположенных в нескольких сотнях метров, при строительстве использовался гранит, который предположительно в огромных количествах привозился из Асуана, находящегося в 900 километрах выше по течению Нила. Более того, при строительстве были использованы миллионы блоков известняка со средним весом 2,5 тонны. Под силу ли обычным людям создать нечто подобное? Многие исследователи уверены, что под силу, но только если обладать сакральными знаниями. То он был архитектором в Древнем Египте, архитектор это ну как второй после фараона человек. Архитектор, не тот, кто строит, а тот, кто знает. Это как бы высший жрец или там жрец такого светского толка, если так можно выразиться. Что он написал или под его диктовку были написаны какие-то сокровенные знания. И уже тогда они были ну словно информационным оружием. Они были не для всех, а для тех, кто значит вот исполнял властную роль. Последние исследования показали, что плиты из черного базальта, использованные при строительстве некоторых египетских пирамид и храмов, сохранили следы дисковой пилы. Однако, по мнению официальной науки, подобных технологий у древних египтян никак не могло быть. Ну а тогда кто помогал древним фараонам строить египетские пирамиды? Вывод напрашивается сам собой. Все больше исследователей сходятся во мнении, что египетское государство возникло на базе древней высокоразвитой цивилизации прошлого. Его основатели имели внеземное происхождение. Их-то первые египтяне и называли богами за непостижимые простому человеческому разуму сверхспособности. Если эта теория верна, то бог тот был представителем внеземной цивилизации и передавал первым египтянам свои тайные знания. Очень удивительно находить в мифологии многих разных культур от древних майя до древних египтян понятие о том, что бог спускается с небес на землю, со звезд, если хотите, а иногда даже с определенных звездных систем, например, созвездия Ориона или Плеяды. Такие боги приносили мудрость на землю. Единственный вывод, к которому Яд смог прийти, это то, что все эти сходные мифы принадлежали каким-то там далеким общим предкам, но в определенное время истории их идеи получили распространение по всему миру. Это был преднамеренный процесс, специально запущенный для того, чтобы представить эту информацию будущим поколениям, а также сохранить эту информацию, делая это разумно, кодируя ее в удивительных историях, которые люди обязательно захотят рассказать друг другу через поколения. Так в чем же заключается тайна беспредельного могущества, которую хранит таинственная книга Тота? Египтологи считают, что в ней хранились записи о параллельных мирах, древних народах и божествах, описывались сильнейшие магические ритуалы и психотехники, с помощью которых человек получал невероятную силу и способности. Фараоны, в чьих руках оказывалась эта необычная книга, обретали необъяснимую власть над животными и людьми, могли силой мысли управлять целыми народами. Всем казалось то, чего не было. Это коллективный гипноз, кодирование людей, кодирование фараоном. Фараон владел техниками кодирования гипноза, он мог всю свою свиту, все свои приближения закодировать, например, насмерть за непослушание. То есть, всякий человек, который начал просто думать плохо о фараоне, он мог умереть в жутких конвульсиях каких-то. То есть, в египетской магии очень высокая была культура контроля мыслей, контроля навязывания мыслей, управления мыслями. В различных упоминаниях о книге Тота, найденных в древнеегипетских папирусах, говорится, что ее обладатели могли смотреть на солнце не жмурясь, общаться с богами и воскрешать умерших. Им покорялись даже стихии, познавшие тайные знания способны были управлять огнем и водой, вызывать природные катаклизмы. Однако, освоить эти знания и справиться с обретенными сверхспособностями под силу было далеко не всем. Эта история о египетских заговорщиках была описана в древнем папирусе Туриса, расшифрованном и опубликованном в Париже в 1868 году. Это первое известное на сегодня письменное упоминание о книге Тота. В обстановке строжайшей секретности группа знатных египтян каждую ночь собиралась в тайной комнате и готовилась к магическому ритуалу. Для его проведения из воска были вылеплены несколько фигур. Внешне эти восковые фигурки очень напоминали самого фараона и его главных советников. Все необходимые для ритуала заклинания хранились в мелко исписанном свитке папируса, который собравшиеся называли книгой Тота. С того момента, как она попала к ним в руки и зародился дерзкий заговор уничтожить фараона и его приближенных с помощью магии, описанной в таинственной книге. Книга Тота тогда не помогла осуществить задуманное. Заговор был раскрыт, а с его участниками жестоко расправились. 40 офицеров и 6 знатных дам были приговорены к смерти и казнены, а те, кого оставили в живых, вскоре сами наложили на себя руки. Тогда-то и заговорили о проклятии мистической книги Тота. Любой, кто завладеет ею с недобрыми мыслями, подвергается смертельной опасности. То есть человек начинал контактировать с этой злой энергией и реально мог заболеть всерьез, мог повредиться психически и так далее. Естественно, если люди потеряли способность собирать огромные духовные силы и полезли в эти знания, скорее всего, они все заболевали и умирали. Исследователи были поражены. Неужели книга распознавала мысли людей, которым попадало в руки? Чтобы пролить свет на эту загадку, они стали искать в египетских мифах упоминания о книге Тота и обнаружили возможный открыт. В легендах упоминаются перевернутые или антипирамиды. По форме и пропорциям они такие же, как и всем известные традиционные египетские постройки фараонов, только вершины антипирамид уходят вглубь земли. И если обычные пирамиды могут черпать чистую небесную энергию, то их перевернутые аналоги способны притягивать весь негатив из недр земли. Известный российский исследователь и писатель Вадим Бурлак считает, что в книге Тота было указано точное место, где расположены эти уникальные перевернутые пирамиды. Более того, на тех непосвященных, кто использует учение Тота во зло, действуют разрушительные силы антипирамид. Те, кто изучал Тота учение, что значит, если обычная пирамида, она берет силу космоса, небес и распределяет по земле, то перевернутые пирамиды берут все страшное, плохое, вредное из-под земли и выбрасывают в космос. Вот почему, согласно Тоту, никогда нельзя, значит, если можно находиться, это на благо идет вблизи обычной пирамиды, но никогда нельзя находиться вблизи перевернутой, то есть ни строить дороги, ни здания, ничего нельзя в том месте делать, где находится перевернутая пирамида. Исследователям до сих пор не удалось обнаружить ни одной антипирамиды, о которой гласят древние легенды. Однако многие историки убеждены, что если найти их, то велик шанс обнаружить и священную книгу Тота, которая прольет свет на многие загадки древности. Конечно, человек пытался всегда проникнуть в тайну, рискуя, зная, что может потерять все, жизнь и так далее. Все равно пытались разгадать эти книги Тота и во времена античные, и знаменитая предсказательница Сивилла, Куманская. Она тоже пыталась найти эти книги Тота, поскольку она жила примерно две с половиной тысячи лет назад. Ну, в отличие от Тота, уже как бы доказано, что это реальное лицо Сивилла. Но где может быть скрыта загадочная книга египетского бога? Или она давно уничтожена и навсегда потеряна для человечества? Однозначных ответов на эти вопросы нет. Легенды гласят, что первый раз книгу Тота сожгли сразу после магического заговора против фараона. Однако, спустя время, каким-то таинственным образом, она снова появилась в истории Древнего Египта. Теперь в руках Хануаса, сына знаменитого фараона Рамзеса Второго. Хануас осознавал всю опасность мистической книги и велел ее снова предать огню. Однако, история умалчивает, смог ли фараон удержаться от соблазна и на самом ли деле папирус дающий могущество был сожжен. Но уже в более позднее время книга Тота упоминается снова и снова. Она даже фигурирует в сохранившихся произведениях искусства, как, например, среди надписей на египетской стелле Меттерниха, обнаруженной уже в 19 веке. Переначальная книга была написана большим количеством иероглифов, которые должны были толковаться на очень высоком уровне будет найдена, то вряд ли ее сразу прочитают, раз, во-вторых, вряд ли ее поймут на том высшем каком-то плане, на котором нужно. Но я думаю, что прикосновение к этой книге вряд ли сулит кому-то что-то хорошее, вообще чтение чего-то подобного, поэтому возможно, что эти книги утаивали просто подальше от неприятностей. Любые подозрительные записи немедленно сжигались. Исчезла ли таинственная книга Тота навсегда? Сохранились ли сокровенные знания древнего Египта? И как они могли отразиться на нашей современной жизни? В 15 веке появилось предание о том, что некое общество, обладавшее тайными знаниями древних египтян, решило распространить эти знания в краткой форме среди простых людей. Для этого часть магической информации преобразовали в символы и перенесли на карточки. Всего их получилось 78. Ровно столько, сколько по одной из египетских легенд было золотых пластин, на которых египетский бог мудрости начертал самый первый экземпляр своей загадочной книги. Сегодня карточки с тайными знаниями доступны каждому. Это известные карты Таро, которые используют в своей работе все гадалки и предсказатели. Знания спускались от посвященных к простолюдинам. Это естественный процесс, так всегда происходило. То есть народ стремился познать высшие истины. Это как могло происходить? То есть был некий высокообразованный мистик, который владел высшими знаниями, к нему приходили за помощью. Он с помощью ясновидения, яснослышания, гадания подавал какие-то сведения. Люди учились этому, постепенно узнавали какие-то секреты, просили, я так думаю, что просили как-то эти карты упростить для понимания, для упрощения. И вот эти мистики высокие посвященные, они пошли на поводу у своих клиентов. Несколько лет назад российский арканолог Феликс Эльдемуров обнаружил в картах Таро другое сходство. Буквы. русского алфавита, причем нашего современного, идеально по своим очертаниям ложатся в очертания фигур на картах Таро. Причем в той же самой последовательности. И там наблюдается удивительная закономерность в их размещении. И там наблюдается явление так называемой гематрии. То есть если уж даны номера буквам, как и картам Таро, то им должны соответствовать и числа. Гематрия очень похожа на нумерологию. Это один из методов раскрытия тайного смысла слов. Каждой букве присвоено определенное число. Буква А соответствует числу 1, Б соответственно 2, В, 3. И так для всего алфавита. Если сложить все числовые значения букв, из которых состоит слово, получается некая сумма. Она и есть ключ к этому тайному смыслу, по которому специалисты уже находят нужную трактовку. Оказалось, что именно слова, составленные из букв русского алфавита, совпадают с трактовкой старших арканов Таро. Вдруг при сопоставлении обнаружилось, что вот эти вот две системы, книга Тота и наш современный русский алфавит вдруг совпадают. Если мы возьмем какое-нибудь слово и сложим вот эти буквы как числа, должно получаться какое-то число, которое может трактоваться. Ну, к примеру, слово Бога. Там вот второй аркан Жрица, Тайна, так? Дальше буква Г, четвертый аркан, Император, Власть, и буква О, которая их объединяет. вместе. Тайная власть, да. Но если мы сложим все эти три индекса, получим число 20, а это номер аркана суды. Вот так. Вот так. То есть высший судья, тайная власть. Такого точного совпадения исследователи Тарони находили ни с одним другим алфавитом. Это дало повод усомниться в общепринятой истории появления карт Таро. Высказываются осторожные предположения, что, возможно, создатели славянской азбуки Кирилл и Мефодий либо использовали в своей работе символы Таро, либо вообще сами их и придумали. Объяснение такой, казалось бы, неправдоподобной версии тоже существует. Кирилл и Мефодий дальновидно предусмотрели, что грамотности придется обучать самые разные слои населения. А что может лучше всего способствовать усвоению знаний, как не формат игры? Пусть и игры в карты. Эта теория вызвала множество споров и недовольств, ведь по сути предполагается, что канонизированные святые придумали азартную игру. На самом деле цель-то была гораздо более высокая. Пропустить как можно большое количество людей именно через грамоту. Обучать, играя. Проект создания первой в мире азбуки в картинках. Когда уже глядя на изображение, можно понять, что это за буква. Связана ли русская азбука с древнеегипетскими тайными знаниями? Случайно ли так совпадают магические карты Таро и нашего фамида? Возможно, история еще найдет ответы на эти вопросы. Не исключено, что однажды кто-то все-таки отыщет древнюю книгу Тота, которая откроет человечеству свои многовековые тайны. Многие эксперты все чаще склоняются к тому, что представление современников об этой книге ложное. И в рукописном варианте она никогда не существовала. А все сакральные знания богов сосредоточены на гораздо более надежном носителе. И спрятать его могли где-то среди пирамид Египта. Ну на вопрос, что такое знание древних? Там что, много очень книг? Нет. Там вообще-то должен находиться некий артефакт типа кристалла, что-то очень компактное, которое при определенных действиях, назовем их так, магическими или там ритуальными, способно напитать человека, который находится рядом, сразу огромным количеством информации, ну знаний о прошлом. Ну и только не только о прошлом, об истинном, так сказать, там устройстве мира, там, или что-то в этом духе. Сразу без книг. Где находится тайник божественных знаний? Какие подсказки даются человечеству в поисках главного интеллектуального сокровища? И готов ли человек принять то, что знают боги? Место тайника находится там, где линия тени или света будет падать между лапами сфинкса, когда солнце восходит над водами. Сфинкс был воздвигнут позднее, как часовой или страж, который никого не допустит в соединяющиеся камеры, расположенные за его правой лапой, ибо в них проникнуть нельзя, пока не исполнятся сроки и не наступят времена перемен в этом цикле человеческого существования. Тайник расположен между сфинксом и рекой. Это предсказание сделал в 1933 году знаменитый американский провидец Эдвер Кейси. В его пророчестве говорится, что около 2000 года в Египте где-то рядом со знаменитым сфинксом будет найдена потайная комната. Она будет называться зал свидетельств или зал летописей. И именно эта комната откроет человечество тайны высокоразвитой цивилизации, жившей на Земле миллионы лет назад. С момента появления этого пророчества эксперты высказывали множество мнений о том, что же может храниться под сфинксом. Библиотека пришельцев, когда-то поселившихся на Земле. Или свидетельства, подтверждающие существование атлантов. А недавно ученые выдвинули смелые предположения, что ценнейшая информация о прошлом Земли и человечества может быть сосредоточена в некоем информационном энергетическом поле нашей планеты. Эту информацию нельзя прочитать. Она хранится глубоко в подсознании каждого из нас. то есть фактически это трансформация этих знаний запечатленных вот скажем в кристалле в мозг в подкорку человека там в долговременную память и так далее. То есть способ передачи информации как мы сейчас называем хотя это не совсем правильное слово знаний раньше вот когда-то древнейших целях он был совсем другой. Не нужно было вот этих книг. Спустя 60 лет после предсказания Эдгара Кейси в 90-х годах прошлого века в Гизе были сделаны первые громкие открытия связанные со статуей сфинкса. Американский геофизик Томас Дубецкий провел вокруг сфинкса сейсмографические исследования и зафиксировал в скале между лап и по бокам постройки многочисленные полости. Одну из этих полостей исследователь описал так. Она довольно велика имеет размеры примерно 9 метров на 12 и находится на глубине менее 5 метров. Ее правильная прямоугольная форма маловероятна для полости естественного происхождения. Поэтому есть основания предполагать, что она дело рук человеческих. Десятки ученых устремились в Гизу в надежде обнаружить заветную библиотеку древних знаний. В 1989 году с помощью специальной аппаратуры группы японских ученых из университета Васседа обнаружила под левой лапой сфинкса узкий тоннель, ведущий в сторону пирамиды Хефрена. Он начинался на глубине двух метров и уходил наклонно вниз. Воодушевленные ученые планировали продолжить исследование. Новых работ вмешались египетские власти и остановили проект. С тех пор иностранных ученых к изучению пирамид и статуй сфинкса больше не допускают. Теперь это место исследуют только египтянам. В 1998 году появилась информация, что между сфинксом и пирамидой Хефрена в 250 метрах от основания пирамиды Хуфу была обнаружена таинственная шахта, заполненная водой. Недавно египтолог Захи Хавас провел ее детальное исследование. После откачки воды и расчистки первого уровня шахты, расположенного на глубине 9 метров, был найден вход во второй уровень помещений на 15-метровой глубине. Там были обнаружены еще шесть высеченных в скале помещений с большими гранитными саркофагами в двух комнатах. Во время раскопок нашли остатки костей, дерева и керамики, приблизительно датированных 500-м годом до нашей эры. Третий уровень, лежащий на глубине 25-ти метров, был полностью заполнен водой. В воде были видны остатки четырех столбов с огромным саркофагом между ними. К востоку от саркофага археологи разглядели иероглифический знак ДОМ. Однако эта находка породила подсеклево. Саркофага археологи подсеклево. Редактор субтитров Продолжение следует... Продолжение следует... ...которые лечили раненых прямо на поле боя. По описанию летописца, эти лекари творили настоящие чудеса. В полевых условиях они спасали от смерти воинов с проникающим ранением в сердце. А ведь это было за 400 с лишним лет до открытия европейцам Уильямом Гарвием кровеносной системы. И за 750 лет до первой операции на открытом сердце. Это только один из множества примеров чудодейственных возможностей тибетских лекарей. Какие секреты знали медики из Тибета? Сохранились ли сейчас эти уникальные знания? И можно ли их применить в современной медицине? Рукописный фонд Института общественных наук в Улан-Удэ. Здесь хранится уникальная коллекция древних книг по тибетской медицине. Это редчайшие атласы лекарственных трав и подробные рецепты медицинских препаратов на их основе. Уже больше 30 лет ученые переводят эти древние рукописи и пытаются воспроизвести тибетские лечебные средства. Это текст 18 века. Главное здесь очень интересные рисунки. Рисунки, описание лекарственных средств. Восьми видов, начиная от минералов, животным сырьем, лекарственными, растения. Ну, тут очень подробно. Это как типа практического справочника. Это было переведено несколько лет назад, в 2001 году. Но как трактаты тибетских медиков оказались в России? История сохранила сведения о том, что в начале 18 века Ламы, занимаясь миссионерской деятельностью, обосновались в Бурятии, где местное население в большинстве своем исповедовало буддизм. При буддистских храмах открывались школы, где из самых способных мальчиков готовили лам-врачевателей. Древние книги, по которым обучали будущих целителей, и находятся сейчас в руках бурятских ученых. Тибетская медицина является одной из десяти буддистских наук, которая профессионально изучалась буддистскими монахами, на специальных медицинских факультетах, так называемых маммаддацанах, буддистских монастырях Тибета, Монголии и Бурятии. И, естественно, за более чем 2,5 тысячелетнюю историю существования буддизма скопилось огромное количество литературы именно по медицине. И основная литература на тибетском языке, а потом она была переведена на монгольский язык, и, естественно, получила распространение в Бурятии. Каждое растение тибетские лекари подробно описывали по всем признакам. Где растет, как выглядит, какой аромат источает и даже какое оно на вкус. Ну, а самое главное – это медицинские свойства этих растений. Часто одно и то же растение древние тибетские целители рекомендовали от самых разных болезней, вирусов и инфекций. Как это объяснить? Они уже выверены веками, эти рецепты. Если рецепт не работает, то он постепенно исчезает из рукописей или ксиллогов, допустим. А те, которые рецепты до нас дошли, значит, они, получается, автоматически имеют неплохой эффект в лечении различных заболеваний. Второе, чем они интересны – они все состоят из природных соединений. Это в основном, конечно, большей частью растения. Тричается животное сырье и минеральное. Вот, я считаю, два основных принципа, чем они интересны. Третье, чем они еще могут быть интересны – они все, в основном, многокомпонентные. Третье, наверное, самый короткий рецепт содержит, ну, не меньше трех растительных средств. А есть рецепты, которые содержат свыше 40 компонентов. Исследователи выяснили, что тибетцы снабжали свои трактаты стилизованными рисунками, на которых четко выделена и прорисована полезная часть растения. Но даже при таком подробном описании, просто перевести старинные тексты на русский язык оказалось недостаточно. Даже имея дословный перевод, исследователи далеко не всегда могут сразу узнать то или иное растение. Ведь у тибетцев столетия назад были свои наименования, а сейчас они могут называться совсем по-другому. Неужели секреты тибетских целителей потеряны навсегда? Оказывается, лекарства, которые вот у нас здесь растут, они заменяют оригинальные тибетские растения. То есть, поскольку довольно дорого это все закупать там, скажем, в Тибете, в Гималаях, да, и наши лекари в прошлом, они все заменяли своим районным, как сказать, местным сырьем. Все вот индийские, тибетские вот эти лекарственные средства. То есть, и в идентификации оказываются тоже очень большие проблемы. Бурятские специалисты разработали новый метод расшифровки тибетских текстов, который они назвали фармаколингвистическим. Изучая древние описания растений, сравнивая тибетские трактаты, старые европейские книги по ботанике и русские травники, ученые пришли к выводу, что их средневековые коллеги, разделенные тысячами километров, описывали растения, строго придерживаясь одной и той же схемы. Более того, в средневековых характеристиках содержались почти все элементы научного описания. Так возникла мысль перевести древний текст на язык современной науки. Но исследователи даже не подозревали, с какими трудностями им придется столкнуться. Довольно сложно, потому что термины тибетской медицины, они как бы не адаптированы современным нашим словарям. И постоянно приходится работать с санскритом, с источниками на санскрите, потому что многие источники на тибетский язык были переведены с санскрита, основные источники. Но мало этого, еще в тибетской медицине очень много философских терминов, поскольку тибетская медицина очень прочно основывается, базируется чисто как мировоззрение, тибетская медицина основана на буддизме. Поэтому нужно еще точно, как бы сказать, знать философию буддизма, чтобы переводить, казалось бы, такие вот технические тексты по тибетской медицине. «Заболел король, сановники задыхаются, вельможи обливаются потом». Это цитата из тибетской медицинской книги. Долгое время исследователи считали, что речь идет об одном из правящих королей. Однако ни одного имени в книге не упоминалось. Детально изучив текст, историки предположили, что речь идет не о реальных людях, так древний автор описал сердечно-легочную недостаточность. Король – это сердце. Сановники – пять долей легких, в которых развивается застой. Вельможи – отечные крупные суставы. А вот в такой форме описываются рецепты. Дать больному жар-птицу, посадив ее на коня, а потом добавить бич. Как оказалось, жар-птица – это лекарственная основа рецепта, состоящая из 12 компонентов. Конь – средство, которое быстро донесет до очага болезней жар-птицу. А бич – слабительная, очищающая организм от двух первых многосоставных лекарств. Аромат этих благовонных и приятных лекарств, целебными свойствами которых наполнены корни, стволы, ветви, листья, цветки и плоды растений, излечивает все 404 болезни. Но можно ли все расшифрованные средства вводить в арсенал современной медицины? Насколько реально воспроизвести старинные рецепты в нынешних условиях? Ученые столкнулись с тем, что в век высоких технологий тибетские народные средства приготовить сложнее, чем современные таблетки. Конечно же, надо проверить в течение нескольких лет, как на современного человека вот эти вот лекарства, описанные в книгах тибетских, влияют на современного человека. Есть такие загвоздки. Допустим, в тибетской медицине врач приходил к больному, определял его болезнь и тут же назначал лекарства. Но это лекарства тибетской медицины меньше 30 компонентов, ни одного нет. Это надо было собрать травы, это надо было какие-то камни собрать, растереть, какие-то металлы, животных каких-то добыть. И все это приготовилось у постели больного человека в течение дня-двух дней. Сейчас современная наука не может так сделать. Растения наиболее перспективные с точки зрения запуска в производство подвергают долгой и тщательной проверке. Из них извлекают действующие биологически активные вещества, устанавливают структуру и формулу вещества. Эти данные позволяют предположить, какое фармакологическое действие препарат будет оказывать на организм. Потом средства проверяют на животных. И только после этого древнее тибетское лекарство превратится в современную таблетку или настойку. Отдел работает над средствами, которые препятствуют развитию, допустим, атеросклероза. Разработка этого средства позволит в дальнейшем применять его очень большому количеству людей, у которых, допустим, имеются хотя бы простые отклонения в весе, допустим, подстоя, может быть, элементарное ожирение. Поможет многим тем, кто уже, допустим, болен атеросклерозом. Атеросклерозом. Затем отдел работает над средством, которое направлено на лечение поджелудочной железы. Опять же, проблема большая в современной медицине. Так, и еще одно направление. Это мы работаем со средством, которое будет регулировать деятельность щитовидной железы. Далеко не все тайны древних тибетских книг поддаются расшифровке. Исследователи объясняют это тем, что тибетцы намеренно придумывали сложные, запутанные, аллегорические описания растений и названия болезней, чтобы скрыть премудрости врачевания от непосвященных. Некоторые трактаты начинаются с грозного предупреждения. Прочитав эту книгу, непосвященный в медицине, не давший клятву о сохранении тайны медицины, ослепнет или подвергнется мучениям в своих будущих перерождениях. Древние тибетские монахи понимали, что их труды принесут пользу только в руках опытных врачевателей. Но если трактаты попадут в руки неучей или шарлатанов, они могут натворить много бед. И такого правила придерживались не только в Тибете. Баальбекская терраса в Ливане. Это сооружение, датированное пятым веком до нашей эры, создано из огромных каменных плит, уложенных одна на одну. Верхний ряд находится на высоте восьми метров. Ученые подсчитали, что для того, чтобы сдвинуть одну из этих плит, нужны усилия сорока тысяч человек. И это только сдвинуть, не поднять. Но кто и как построил это сооружение? Ответить на эти вопросы историки не в силах. Выдвигаются разные гипотезы. Люди из Полины, жившие много тысяч лет назад. Пришельцы, посещавшие Землю в глубокой древности. Но кто бы то ни были, они, безусловно, обладали какими-то технологиями, неизвестными современной науке. Вручную соорудить постройку таких циклопических размеров было бы просто невозможно. Современная техника не в состоянии приподнять одну плиту. А это плиты обработанные, уложенные одна на одну и доставленные не здесь они добытые, а где-то далеко в каменоломне. Так вот, есть версия такая, что инопланетяне о своем пребывании на Земле оставили какие-то памятники. Но эти памятники, чтобы не достались в руки дикарям, они спрятали вот под этой террасой. Но главная загадка Баальбекской террасы в том, что, по мнению исследователей, под ней может быть тайник, в котором строители этого комплекса спрятали уникальный источник ценнейших древних знаний. Но как добраться до древнего тайника? Когда человечество дойдет в своем развитии до того, что сможет приподнять эти плиты, вот тогда ему можно будет открыть эту тайну. Ну, это, конечно, красивая легенда, но мало ли. Все мы считали когда-то до середины 19 века, что Троя – это всего лишь легенда. Ну, вот нашелся человек, который, значит, даже не будучи ученым, не будучи археологом, сумел доказать, что Троя существует. Все больше исследователей сходятся во мнении, что человечество еще не готово принять все знания предыдущих древних цивилизаций. Именно поэтому о некоторых книгах, содержание которых обещают открыть перед нами невероятные возможности, мы до сих пор только слышали, но никто не может их найти. Быть может, кто-то охраняет человечество от знаний, к которым мы еще не готовы. Ведь если книги, хранящие в себе опыт всех цивилизаций прошлого, попадут к нам в руки раньше, чем мы до них, что называется, дорастем, вред от них будет несоизмеримо больше пользы. Как в Библии говорится, многие знания приумножают печаль. Да, поэтому к знаниям тоже надо подходить довольно осторожно. Ну, представьте себе дикарю, там, или сумасшедшему объяснить, как пользоваться взрывчаткой и просто подарить ее. Что может из этого произойти? Ну, уже сейчас кто-то из ученых назвал, что мы дикари, вооруженные атомной дубинкой. Есть такое высказывание. Поэтому многие знания, конечно, еще надо хранить. Пусть хранят мудрецы, пусть хранят правители стран, некоторых, которые обладают этими знаниями. Существует древняя легенда, согласно которой еще в 3 веке до нашей эры по инициативе древнеиндийского царя Ашоки было создано тайное общество девяти неизвестных, чем-то напоминавшее современные научно-исследовательские центры. Общество состояло из девяти величайших индийских ученых и мудрецов, задачей которых было собрать и систематизировать все научные знания, полученные из древних священных рукописей. Каждый из девяти неизвестных написал по одной книге, посвященной той или иной отрасли научных знаний. Деятельность общества проходила в обстановке строжайшей секретности. Предание гласит, что царь Ашока, набожный буддист и убежденный противник воин, отлично осознавал, какой силой обладают знания и не мог допустить их использование ради разрушения и войн. Это тайное общество смогло собрать довольно большое количество знаний. Эти знания были оформлены в девять книг, которые были написаны, составлены, которые, видимо, впоследствии все время пополнялись. И вот эти книги были посвящены различным основополагающим знаниям человечества. Это, прежде всего, касалось космоса, законом развития космоса и Вселенной. Это была и тема биологии, как макробиологии, так и микробиологии, строения и развития живых организмов. Некоторые книги посвящались строению нашего организма или человеческого организма, и, прежде всего, нервной системе. И было описание того, как влиять на человека, как можно было умертвить человека или оживить человека. Как гласит легенда, научные сведения, которыми располагали девять неизвестных, даже по современным меркам кажутся невероятными. Так, одна из книг была посвящена преодолению гравитации, созданию в земных условиях искусственной невесомости. Другая посвящена сверхмощному оружию, имеющему много общего с современными разработками в области ядерных и психотронных вооружений. Упоминание об этих трудах встречается во многих древнеиндийских письменных источниках, но ни одну из этих книг так и не удалось обнаружить археологам. Предположительно, некоторые книги до сих пор хранятся в монастырях Тибета и Индии. И, разумеется, буддийские ламы сделают все возможное, чтобы эти знания не попали к представителям современной цивилизации, пока они не будут к этому готовы. В 19 веке французский исследователь Луи Жаколио, который долгое время работал в Индии и имел доступ к древним текстам, он изучал санскритские тексты, изучал легенды, и он один из первых официально написал в своих книгах о том, что этот союз девяти неизвестных существовал действительно в Индии, был создан императором Ашокой, и существует он по нынешнее время. Кстати говоря, можно сказать о том, что именно этот Луи Жаколио впервые рассказал о подземном государстве Агартхе. Также эта его концепция о лемуре была использована Еленой Блаватской в своих книгах «Тайные доктрины» о концепциях затонувшего материка Лемурии. Вот все данные о Лемурии, все концепции о Лемурии у Блаватской базируются на концепции Луи Жаколио. Поэтому вполне можно доверять каким-то сведениям Луи Жаколио о том, что все-таки, да, действительно, какие-то древние знания существуют и сегодня, но они зашифрованы и находятся за семью печатями. В дальнейшем, в начале 20 века, также несколько английских исследователей, индийских исследователей заявляло о том, что союз девяти неизвестных существует, и он имеет представительство во многих странах мира. Верны ли смелые теории исследователей древних рукописей, сказать сейчас сложно. Несмотря на объемный багаж текстов, говорящих об уровне науки древних, о происхождении разумной жизни на планете и источниках сакральных знаний, это всего лишь капля в море по сравнению с тем, сколько книг мы утратили, и уже никогда не узнаем, о чем они были. Если бы в древности не сжигались ценнейшие библиотеки, наши знания об исчезнувших цивилизациях выглядели бы совсем иначе. После уничтожения в VI веке до н.э. знаменитой афинской коллекции книг каким-то чудом сохранились дошедшие до нас поэмы Домера. Во время египетского похода Цезаря была сожжена уникальная Александрийская библиотека, насчитывавшая сотни тысяч томов. Количество книг, уничтоженных инквизицией в средние века не поддается определению. Навсегда потеряны для нас бесценные знания древних майя, после того, как испанцами в 1549 году была сожжена их библиотека в Мехико. Незавидной была и судьба рукописи в Азии. В 213 году до н.э. в Китае по указу императора были уничтожены все библиотеки. Из-за этих трагедий наше отдаленное прошлое представляет собой пустоту, заполняемую случайными и разрозненными данными. И кто знает, не были ли скрыты в погибших книгах ответы на вопросы, которые до сих пор терзают человечество. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова